Можешь назвать сумму выкупов? Ты говорил, что ты сам себя выкупал? Бесплатно? Да. Ты слишком счастлив, на самом деле. Есть ли эффект долгов в темнике? Боятся ли его твои тиммейты? Кривней. И это тир-1 команда? Ну, взяли, бля, камфуй. Вот техническая пауза 15 минут. Ты говорил, что хочешь стать порно-актером? Да. Цель осталась? Только со своей девушкой. Это клонская команда, всегда опаздывает. Раньше мы против Нави не играли, потому что они постоянно опаздывали. Вова-бова-бова-бова-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Ты общался с сотрудниками ВАЛ? Они, именно когда такая зла вышла, они начали работать. Начали работать, так и закончили. А ты рабочий? Ау. Трешник? Ну, по-разному бывает. Екиндр. Киберспортсмен из Латвии, который проставился на СНГ-сцене благодаря игре за Virtus.pro. Марикс был одним из лучших игроков региона и дважды попадал в топ-20 от HOTV. В октябре 2022 года Екиндр сделал огромные изменения в своей карьере. Он покинул Virtus.pro и присоединился к американской Liquid, где играет и по сей день. Я спросил у Марикса о том, как он решился перейти в Liquid. Правда ли, что он мог играть в одной команде с Monessy? Зачем он пробовал стать капитаном и многое другое? Огромное спасибо каждому за поставленный лайк. Они побуждают делать больше таких интервью. Привет. Здорово. Спасибо, что согласился на это интервью. У меня была возможность записаться с тобой в Латвию. Я тебе написал, я приеду в любой город, где ты находишься. И ты мне пишешь, я буду в течение месяца в Грузии. Да, да. Как это вообще работает? Что ты потерял в Грузии? Да, у меня вообще получается, что у меня девушка с Россией. И мы уже полтора года встречаемся. Очевидно, из-за войны очень сложно получить визу, очень сложно переехать и как-то встретиться. И постоянно какие-то именно перерывы мы встречаемся. То есть long distance. И получается, в этот раз придумали полететь в Грузию, в Белиссию. И я еще, знаешь, сначала не осознал, я купил билеты, потом такой, блин, не получится записаться. Потом я подумал, так, стоп, ты же в Белиссии. И я такой, типа, оп-оп-оп, и все, и получилось. Да не, на самом деле я приехал, чистый интервью с тобой. Спасибо, Брон, еще месяц остался дополнительно для этого. Да. Ты реально здесь месяц? Не, ну я первого числа улетаю. То есть сейчас такой 28-28, да. Вот, я где-то с 12-го тут. Ну почти месяц. Так что отпуск, да, провожу. Понравился? Да, только я обожрался, вообще ужасно. Сколько прелеселся. Тут все, и тут хинкали, хачапури, все это просто что-то нереальное. Только вот, да, все это уйдет в животик, и потом надо опять начинать в зал, опять тренироваться, и сбрасывать это все в добро. С чем ты можешь тронить Грузию? На самом деле первое ощущение было, я как будто в Алматы прилетел. Я такой, просто когда в Алматы прилетаешь, там тоже так же горы везде вокруг города. Единственная разница, наверное, что тут более холмистая местность по городу. Там есть и в Алматы, ты получается в таком как кратере, что ли. Да, и вокруг тебя. Да, да, и вокруг города. Но очень, на самом деле, очень круто тут природа, да. Вот в Латвии просто не увидишь такого, что ты в окно смотришь, там горы, да, и очень круто было. Был уже Казбеги в горах, да, чуть-чуть подзаболел даже. И, ну, вообще супер, супер тут. Это здорово. Хотел бы сегодня пообщаться с тобой на тему вопросов по Liquid, по Virtus.pro, по твоей текущей форме. Перед тем, как перейти в твою текущую карьеру, давай расскажем, как ты познакомился с КС. Сколько тебе было лет? Так, ну, вообще, у меня папа геймер. В свое время он играл разные игры, там, World of Warcraft и так далее, Mass Effect старые, там, Diablo и так далее. И как-то компую я вообще уже довольно в раннем возрасте, где-то с 5-6 лет уже начинал какие-то игрушки играть. И в 6 лет, на день рождения, мне подарили диск 1.6. И вот с 6 по, наверное, по 12 играл чисто в 1.6. Я в одно время даже, там, был такой сайт, kvks.ru. Это изи античатом, там играешь миксы, у тебя есть как бы, это как, по сути, фейсит. Ты собираешься по ММРу, по ЭЛО. И вот уже в то время, 12 лет, я помню, я заходил, короче, там, по-моему, вентрила использовалась тогда, и как общение. Я заходил, и все такие, блядь, нафу, мы с каким-то школьником играем, да, и так далее. Не, вот такие мои воспоминания о 1.6. А потом уже 12 лет, да, уже когда CSGO вышло, я еще был такой, я такой, да, не, CSGO не говно, типа, я буду 1.6 играть. Но потом начал CSGO играть, начал Лигу Легенды играть очень много в то время. И моя мечта была как-то выбиться и попробовать стать кибершпортсменом. И я вот как бы думал, где в Лиге Легенд, либо в CSGO. В тот момент у меня был Глобал в CSGO, и в Лиге Легенд у меня был Даймонд второй, наверное. И как-то, не знаю, сердце лежало в CSGO, начал тренироваться в CSGO. На 14-15 лет как-то узнал про местные рижские какие-то турниры, ланы. Приехал туда с друзьями по интернету, которыми познакомился. И проиграли в салат. Мы играли 5 на 5 там. Там еще в тот момент ты сам свой компьютер приносишь, я еще папу заставляю там. О, Грюхак подобное. Да, 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 да. И довольно хорошо я там сыграл и познакомился с одним тогда из лидеров латышских сцены. Сцены Husky у него никто. О, который сейчас обучает девушек? Да, 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 да. Я его с ним очень хорошо знаком. Мы, кстати, в Далласе как раз с ним опять встретились. У нас ежегодно в Далласе тусовка. Мы постоянно встречаемся, потому что там прекрасный чемпионат с девушками тоже, то есть импакт. Вот, и как-то познакомился с ним, и мы начали ездить уже не по латышским турнирам, а по балтийским. Уже когда мне 15-16 лет было, и был такой турнир Game On в Литве. И я на него выкатился на сцену на этом турнире, когда мы прошли там полуфиналы. И после этого Хуч увидел этот клип как-то. Наверное, они хотели тогда игрока. Elements Pro Gaming была команда, ЕПГ. И они хотели, искали игрока какого-то, и Хуч такой, типа, нам нужно... Вот так вот. И как-то вот через неделю, неделю тест мы играли. И на мой день рождения, 4 октября, я подписал свой первый контракт. Тест был геймером. Играл ли он в КС? Нет. Ну, вроде нет. Я, по-моему, нет, но он сейчас очень следит. Он даже думает, такой, типа, блин, может поиграть, что ли, зайти там и так далее. Он, потому что, ну, типа, все равно ему интересно, конечно. То есть у тебя не было момента, когда ты родителям объяснял, это киберспорт, это будущее, дайте мне возможность ехать на турнир. То есть у тебя этого не было, потому что у тебя отец поддерживал постоянно? Не было, но они понимали, сколько я время провожу за компьютером, и они мне поставили ультиматум. Во-первых, мне нужно было заниматься спортом. То есть в тот момент я в 12 лет пошел на тэквондо. У меня сейчас черный пояс, через 7 лет спустя я получил черный пояс. И они сказали учиться, у нас 10-бальная система, и учиться, то есть минимум 7. Средняя оценка должна быть. И у меня всегда было 7-0-5, 7-0-3, 7-0-4, вот так вот я... Стабильные коды. Да, и у меня тогда день проходило вот так, 7 утра я просыпаюсь, иду в школу. В школе на уроках что-то слушаю, слушаю, иногда сплю на каких-то уроках, потом прихожу домой, играю в КС, у нас тогда еще праки были в СИПГ, они начинают в 4, потому что я раньше не мог начинать, у меня только школа заканчивалась. И вот с 4-х до 10-ти мы играли, и потом с 10-ти до 3-4 ночи я играл в FaceIt, и чисто задрачивал, и потом вот так вот 4 часа поспал, и иду в школу, в школе сплю, и вот так вот по кругу. Слушай, ну это супер, это огромная способность. Мне кажется, люди, которые жалуются, что мне не хватает времени, дайте мне играть только в КС, потом из них превращаются какие-то... Просто они превращаются в неучие, которые умеют играть, которые умеют только играть. А когда заканчивается их карьера, они просто сидят в ФК без какого-то ремесла и дела. Ну просто, да, я считаю, что школа хотя бы это минимальная... Минимальная база, да, которую нужно закончить. Потом я начал, я на самом деле поступал в университет потом еще, потому что я до сих пор не поменял, но не понимал. Тогда у меня зарплата, по-моему, ВПГ была там тысяча баксов на тот момент. И я не понимал, есть какое-то будущее в этом или нет. И как-то начал поступать, поступил в университет, и как-то через месяц я понимаю, что университет это уже бонус. Нахер мне этот бонус, я пойду улыбку и буду играть. И вот после вот как раз когда у меня не было вот этих обязанностей школьных, мне кажется, в тот момент у меня как раз началось самое большое развитие, когда ты живешь игрой и постоянно играешь, постоянно тренируешься, летаешь на ланы. Вот это как раз. Вот насчет образования. Я скоро буду брать интервью человека, который сейчас самый перспективный игрок мира. У него статистика уровня Донга. Я скажу этот никнейм, но это заметим. Это на Faceity я как-то встречал его, да? Короче, какая у него история? Я слышал, что он ушел из седьмого класса, живет один от родителей в 15 лет и затронет каждый день в КС. И дай ему, пожалуйста, совет. Привет, ты это смотришь в видео. Я просто с ним еще раз пообщаюсь, но просто дай ему совет, потому что так делать не стоит. Вот человек, который играл на нескольких мажорах, у которого карьера тир-1 постоянно была, дай ему совет, почему ему нужно как-то немножечко поменяться в этом плане. Мне кажется, в 15 лет на самом деле очень важно научиться вот этому балансу какому-то, потому что сейчас ты с 15 лет привыкнешь вот так вот задрачивать и постоянно играть далеко от родителей и так далее, но это потом через несколько лет это как бы аукнется в любом случае. И нужно как бы, мне кажется, школа очень сильно помогает балансировать какие-то вещи вообще в жизни. И не только это, школа, что бы люди ни говорили, я не знаю просто какое обучение там у него, например, либо у других какие-то школы, но я получал только плюсы со школы. Мало того, что какие-то знакомства дали люди, которые всю жизнь как бы с тобой проходят вместе, лучших друзей, лучших друзей, с которыми ты знакомишься и так далее. А помимо этого, конечно же, априори школа для того, чтобы твои мозги работали. Да, то есть домашние задания не дают, чтобы ты какую-то тему зазубрел. Это дают, чтобы ты просто шевелил мозгами, чтобы развивал какую-то именно свою умственную способность. И как по мне, после седьмого класса уходить это очень рано. Ну, девятый это окей плюс-минус. Ну, девятый, да, еще можно, там есть много, да, людей, которые вот после девятого класса ушли и добились чего. Но в конце концов... Вообще, это еще к тому же дисциплина. Конечно, конечно. Я бы советовал вообще, ну, я просто выходить, да, из трекмандой, из спорта, да, тренировался. И мне кажется, какой-то именно дисциплины я именно там научился. Да, в школе понятно тоже, но именно в спорте, когда у тебя есть тренер, который строгий и жесткий, да, то он тебя научит дисциплину. И по сути получается так, что в конце концов это его жизнь. Это его жизнь. И вдруг он будет как Мона Сейдонг, и ему даже не нужно будет думать о том, что, типа, он не доходил там пять классов. Но, конечно же, если это не случится, и если этого что-то будет, как бы, ну, как бы у него не получится, то он будет сожалеть, мне кажется. И я бы в его случае, наверное, наверное, бы все-таки хотя бы закончил девятый класс, или... Да, на самом деле, пофиг, пусть играет. Если хочет, пусть играет. Я на самом деле уже стал таким... Сейчас новая школа просто, понимаешь? Новая школа гулей, новая школа игроков, Мона Сейдонг, там вот этих 15-16-летних талантов, которые... Это уже новое поколение. У них все по-другому работает вообще, как они мышление, и все. Поэтому он выбрал свой путь. Главное, это осознанный выбор, и если он это сделал осознанно, то удача, конечно. Вы хотите купить или продать скины в КСе, в Доте, либо в Расте? Вы это можете сделать на сайте ЛитСкинс. Ребята с огромной репутацией, мгновенные выводы. Покупка редких или дорогих скинов – это не проблема на этом сайте. Тем более, этот сайт спонсирует нашу команду – Сайбершокинг Спорт. Если вы хотели обновить свой инвентарь, то сделайте это на ЛитСкинс. Ссылочка будет в описании этого ролика. Насчет спорта. Заметьте, что выходцы из профессионального футбола, из каких-то других видов спорта, они выделяются дисциплиной и более высокой осознанностью, правильно? Ну, конечно. Просто спорт, на самом деле, он заставляет тебя выйти из какой-то зоны комфорта. И то есть какой-то именно дисциплине, либо априори именно индивидуальной своей дисциплины какой-то, ты учишься именно в спорте. Потому что ты понимаешь, что, например, ты тренируешься три раза в неделю, ты просто чувствуешь себя лучше. Это доказано. На самом деле, сколько бы люди не хотели, вот у меня сейчас 24 года, я понимаю, там 15, там до 21, до 22 ты можешь спокойно вообще по 15 часов в день сидеть, играть и не волноваться, у тебя ничего не болит, ни спина, ничего. И ты спокойно сидишь и получаешь удовольствие от того, что ты просто играешь в игру. Но в один момент наступают какие-то проблемы, начинают быть со здоровьем и так далее. И спорт, это как бы все балансирует. И мало того, что ты получаешь баланс и дисциплину, ты тоже получаешь какую-то личную, личную уверенность в жизни. Вот, например, я 7 лет тренировался Токондо, и у меня как бы восприятие по-другому. То есть, если бы, я же дрался, мне нос ломали, мне палец ломали, да, и как бы из-за этого какое-то другое у тебя восприятие вообще в жизни, именно как бы мировоззрению людских отношений каких-то и так далее, да, то есть, я не имею в виду агрессивную, а наоборот, типа, сдерживать какую-то агрессию и учиться просто уважать людей. А вот некоторые на Face City, которые там 14-летние, 15-летние, да, которых ты встречаешь, мне кажется, люди еще не понимают, да, что, как бы, какие-то слова, они могут повлиять намного. Раньше просто, если ты там кричишь что-то, ты потом выходишь с компьютерного клуба, типа, тебе просто дают леща, и ты успокаиваешься. Сейчас это воздух. Сейчас это уже все, сейчас уже ничего не значит, ты можешь там и девкинуть, да, и так далее, и тебе ничего не будет. Ну, я, как бы, это поколение меняется, вот, по сути. У тебя в команде Twist гениальный человек, у которого каждый день строится из зала. У вас психолог профессиональный, который вроде вышел из спорта профессионального. Как ты видишь свое идеальное утром, день и вечер? Я, наверное, выходя из того, что делаешь, что тебе приносит, как бы, удовольствие, и что тебя заставит чувствовать себя комфортно в теле, и это поможет тебе играть комфортно, там, например, в игре. Но со временем просто, когда ты уже переходишь, да, планку, как я уже объяснял, там, 21-22 года, то у тебя начинаются другие какие-то приоритеты, все же хочется разбиваться, как бы, и в разных направлениях, и это научно доказано, что, там, ходить в залах, какая-то минимальная нагрузка, там, растяжки и так далее, это все помогает. И очевидно, что, когда ты, например, один в команде, который хочет чем-то этим заниматься, в данный момент, там, не знаю, например, вы на афо представляете, там, когда, если он в зал пойдет и так далее, но нет. Вот. И с приходом твистца, с приходом как раз психолога, да, очень изменилось, да, какое-то именно мировоззрение, всегда стало комфортнее, как бы, подтягиваться, да, именно потому что, во-первых, он знает, что в зале, как что делать, и ты, как бы, ты к нему подтягиваешься, и начинаешь, это уже начинается как ритуал, да. Да. Ты уже вместе ходите в зал, вы вместе развиваетесь, и самое интересное, что, да, многие думают, что, вот, в зал, это значит, у вас перерыв от КС, и мы сидим в зале, там, поднимаем вес и разговариваем о КСе, слушай, а как нам, а как нам на Дасте, например, дефолт разыграть, там, и так далее, да. И у нас, как бы, в профессиональной Тир-1, ну, команде, большинство игроков, которые, там, которые играют в Тир-1, у них не бывает момента, когда они не думают о КСе. Вот этот, наверное, зал какой-то и так далее, это какой-то более дает тонус. То есть, да, ты все равно разговариваешь о КСе, но ты не разговариваешь, там, в потной комнате, жаркой, там, ну, это я так, условно, да, а ты реально, ты работаешь над своим телом, мало того, что ты общаешься, да, как бы, по поводу зала, как правильно тренироваться, насчет тела и так далее, но дополнительно ты общаешься в более, как, в таком расслабленном вайбе о игре. И, наверное, в таком именно вайбе приходят самые, самые такие приятные идеи. И, да. Вы хотите стрелять лучше? Выйди на мажор, сыграть в команде с Кейкиндером? Вы можете это сделать, тренируясь в КСе. А тренировки — это десматч, бэхоп, кэзэ, сюрф. Вот, Кейкиндер играет у нас мини-гемы со своей командой. Каждый выбирает то, что ему нужно, то, что он хочет. С премиум-подпиской вы можете попадаться против проигроков. С премиум-подпиской вы можете выполнять ежедневные миссии и получать за это скины, а также резервные слоты на полные сырваки. Проект абсолютно бесплатный, но с премиум-подпиской у вас больше возможностей. Ссылочка на этот сайт есть в описании этого ролика. Ну что, подписчики решили тоже вопросы-ки позадавать? Подвечаем? Давай. Когда выйдет в КД, спрашивает Эйч. Скоро, надеюсь, правда. Скоро. Скоро, надеюсь. Есть ли желание вернуться в ЦИС-регион? Ну, не знаю, сложно на самом деле сказать, потому что, наверное, скучаю по русской коммуникации, по на русском языке. И как-то именно по, именно в плаве, в философии, мне кажется, больше, да, похож. Но уже как-то тоже и... Ага. Я ошибся. Да, уже как-то, по-моему, привык уже тоже к западной. И из-за этого смешанные чувства. На самом деле я бы хотел просто быть в команде, где я рад быть. Ликвид полностью? Да. Довольно. Да. Какая команда из ЦИС тебе по душе и по вайбу? Виртус Прок? Ну, ВПС, Спирит. Оу. Ну, просто Спирит. Но ты же понимаешь, с кем ты будешь конкурировать, зайдя туда? Да. Нет, да, понятно. Я не в таком плане, чтобы перейти туда или что-то. Я имею в виду просто как люди. Я же много на турнирах как бы пересекаюсь с ними. И они всегда такие, знаешь, добрые, яркие люди все. И просто вот приятно находиться рядом с ними. Сейчас я сниму рубашку. И мы сыграем настоящую потную игру до 11 против Хиндера. Но это будет только в Телеграме. Подписывайтесь. Все, я снимаю. У вас был буткемп без компьютеров. Расскажи, пожалуйста, этот опыт. Ну, на самом деле, было круто. Было круто, конечно, провести это время. Но я считаю, в каком-то смысле это сожрало наш ханимун. Что? Ханимун. Это медовый месяц наш. Да, то есть обычно, когда игроки приходят в команду, ты как-то легко со всеми находишь какой-то общий язык. Все идут на компромисс. Из-за того, что мы настолько сильно познакомились именно вне игры, как-то во время игры у нас процесс шел немного как по гвоздям ходить чуть-чуть. И круто. И я думаю, в будущем все равно случатся такие ретриты. И такие буткемпы без компьютеров. Но я думаю, они случатся именно уже, когда команда уже сформировалась. И когда уже ты какое-то время поиграл. И чтобы отвлечься от турниров и так далее, тогда вот что-то такое сделать. Там пожарить, пойти шашлыки, позаниматься спортом и так далее. Это все круто. Мне кажется, большинство людей на самом деле получат удовольствие от этого. Ну, не считая компьютерных гулей, которые не хотят выходить на улицу. Что ты можешь выделить во время буткемпа без компьютеров? Что тебе больше всего понравилось? Может быть, какая-то черта характера одного из сетемейтов? На самом деле, было интересно посмотреть, как пять геймеров и некоторые составы находятся в доме. Без уборщиц, без поваров. И какое-то разделение обязанностей. Мне очень сильно напомнило Тэквон Дом. Мои эти лагеря, которые мы постоянно ездили. То есть следить за своей комнатой, следить за порядком и так далее. Какая-то дисциплина, наверное. Ну и вообще, очень много я узнал о командниках, о людях. И очевидно, хочется понять других и хочется выстроить хорошее отношение с ними. Хотел бы это повторить? Я бы повторил, но не в начале команды. То есть, если уже год играете, либо сезон, например, вы играете беспрерывно, и уже конец сезона, вы можете реально пойти отдохнуть командой. Это твое мнение или все команды? Потому что это было... Это стоило сделать... Я думаю, есть разница в восприятиях немного. То есть, я могу говорить о твиста. Твист, например, он просто высказал уже свое мнение по этому поводу. Он сказал, что ему кажется, это немного потратило время не в ту сторону. Да, то есть, это заняло там каких-то 4-3 дня. И которые 4-3 дня на буткемпе, они могли, может быть, нам помочь пройти на какой-то турнир дополнительно. Потому что 3-4 дня – это на самом деле большой срок для тренировок. Тем более во время сезона. Да, да, да. Но там у нас получилось, что мы еще, наверное, проблемы ханемуна, медового месяца нашего, что так быстро закончился, либо его вообще не было из-за того, что мы собрали команду под конец сезона. То есть, у нас были тренировки в ноябре-декабре, и у нас не было никаких турниров, мы просто тренировались, а потом отпуск. И получается, мы все натренировали, и потом начинается отпуск, и мы потом прилетаем, и уже как бы… То есть, форма, она как бы за отпуск, она теряется, она теряется, растворяется, и из-за этого мы прилетаем, мы уже такие, типа, блин, а как играть? Оцени по десятибальной шкале, насколько нужен психолог киберспортивным командам и самим проигрокам. На самом деле это зависит от человека, потому что кому-то психолог может быть важен в плане найти какие-то внутренние… Психолог что делает? И на самом деле ты с ним разговариваешь, он тебе задает конкретные наводящие вопросы, которые позволяют тебе понять что-то, обдумать, чтобы расставить все по полочкам в голове. Если человеку сложно дается именно индивидуально самому подумать и понять, почему у него какие-то такие ощущения, почему он плохо играет, либо еще что-то, то тогда, конечно, психолог очень, мне кажется, полезен таким игрокам. Но есть, конечно, игроки, которые очень индивидуальны, и они получают что-то от психолога в плане… У нас, например, психолог, он тоже диетолог, например, он может посоветовать, что покушать, какие витамины принять и так далее. То есть, как мне там… Как в зале правильно тренироваться, какие упражнения и так далее. И вот как бы ты вот эти плюсы можешь получить… То есть, не только ты будешь с ним разговаривать именно в психологическом плане, а еще дополнительные плюсы, которые другие люди используют больше намного, чем именно общение. А ты можешь выделить какой-то инсайт? Вот ты обратился к психологу, он тебе ответил, и вот ты понял, что да, это то, что мне нужно было. Вот какой-то у тебя был определенный вопрос, который тебе помог решить твою долговечную проблему? На самом деле, больше это… Именно такое, что он что-то открыл для меня, либо что-то помог мне решить. Такого у меня не было именно в опыте с Эдвардом. Но с ним у меня чаще всего было такое, что у нас мнения совпадали. То есть, он как бы… Я ему что-то рассказываю, и он такой «Да, да». Типа, вот это как бы… Он дает тебе какое-то подтверждение твоих мыслей, и ты понимаешь, что типа… Ну, что ты не… Ты начинаешь потому что думать такой, типа, блин, прав ли я, там, или так надо думать, или не так. И ты как бы идешь за советом, и он тебе, наоборот, подтверждает, что ты прав, и ты получаешь как бы уверенность в том, что ты делаешь правильные вещи. И вот такого было много. А ты можешь привести какой-то пример? Ну, например, просто даже вот, например, о спаде формы, да. То есть, очевидно, когда начинается спад формы, да, это может быть из разных каких-то причин, и ты начинаешь искать причины, да, начинаешь их как бы обрабатывать и понимать что да как. И все равно, например, форма не поднимается. То есть, ты начинаешь там больше играть, больше фокусироваться там на еще что-то, начинаешь, может быть, больше отдыхать от компьютера, может быть, ты слишком много играешь там и так далее, да. И какие-то вот такие вещи, например, ты у него спрашиваешь, я не понимаю, я вроде все делаю, и все равно как-то не могу найти форму. И ты приходишь к каким-то осознаниям, которым он тоже помогает прийти, в плане, где-то, может быть, ты слишком мало уделяешь внимания, а чему-то ты слишком много уделяешь внимания. И он как бы помогает тебе балансировать. Как ты считаешь, почему у тебя сейчас упадок формы? Очень долго у меня было размышление такое длительное, в плане, ну не в один момент, а вот постоянно как бы, очевидно, проигрок, да, ну ладно, я не буду говорить за всех проигроков, но у меня так, что, например, я играю плохо, я понимаю, я играю плохо. И я понимаю фанатов, которые злятся на мою форму, и я понимаю, что я как бы недостоин, играю недостоин своей команды, своей организации и самого себя, да. И очень длительное именно размышление, вот именно находить вот эти проблемы какие-то, искать это все в голове, искать в уверенности какой-то и так далее, и самое главное, к чему я пришел, наверное, это, во-первых, выход в CS2, то есть другая игра, и какие-то фокусы были, может быть, направлены не в ту сторону, именно в развитии какой-то микры, а больше я начал капитане в то время. И из-за этого какое-то экстра время, чтобы набрать форму в CS2, у меня уходило на то, чтобы развивать команду, развивать игроков. Второе, наверное, что тоже важно, это стабильность именно в плане командной, то есть у нас поменялись игроки после Парижа, после полугода поменялись игроки опять, сейчас будут меняться игроки опять, и вот какой-то неполной стабильности в команде, она как бы влияет на твое восприятие в игре, особенно на каких-то ролях, где нужно занимать какие-то зоны и так далее. И можно много отмазок, да, так искать, я говорю искренне именно о каких-то своих ощущениях. Ну и очевидно, ты стараешься все это делать. То есть больше я начал играть очень много фейситов, я подумал, так, Моноси играет много фейситов, Донг играет много фейситов, я начну, я начну, типа, ну я всегда много фейситов в свое время играл, но потом как-то у меня подзабилось из-за капитанства, и начал набирать форму именно по фейситам. И вроде все офигенно, и ты на фейсите хорошо себя чувствуешь, потом заходишь на турнир, и какой-то уже в тот момент начинается такое, как бы, передумывание. То есть у тебя был такой длинный период того, что ты сосал, и ты уже начинаешь немножко не верить в себя, и вот эти вот микро-моменты, какие-то какого-то, блин, а там мне идти или не идти, и вот эти вот микро-моменты, особенно на моих ролях, они решают. То есть если бы я был бы там люркером, либо опорником, да, на самом деле ты стоишь в Каут, типа, ты можешь там, не зависит от, именно на моих ролях я должен идти. Да, и из-за того, что вот чуть-чуть какое-то передумывание, ты начинаешь терять уверенность в себе, ты начинаешь еще хуже играть, и все это как бы нескончаемый цикл какого-то недоверия себе, наверное. Час, вот последние-последние турниры, Чингду и Даллас, наверное, из тех турниров, я начал чувствовать, начал больше как-то легче смотреть на все, именно в плане того, что, типа, это всего лишь игра. В конце концов, это всего лишь игра, я понимаю, там, много стресса накопилось там из-за капитанства, из-за болельщиков, понятно, очень-очень многие сейчас скептически относятся к тому, что, например, я и меня оставили там в команде, либо как я вообще играю, но в конце концов я пришел к тому, что нужно просто получать удовольствие. Получать удовольствие и не переживать по этому поводу. Если ты достоин, все получится. Слушай, ну твоя стряба, она меня всегда поражала. Помнишь, мы играли с тобой Аимку? Да. И всего лишь было два человека за всю мою жизнь, которые меня ебали. И я не мог понять вообще, как это возможно. Первый это был Аимке, который Аимке сыграл 1020 за свою жизнь. И ты, вот, ты просто так постоянно классно пикал, и у тебя было полсекунды на убийство. Вот просто моментально это все происходит. За это огромный респект. Я уверен, что ты вернешься в игру, когда ты найдешь вот этот ключ. Я уверен тоже, на самом деле. Как это у тебя было раньше. Как раз-таки насчет стрельбы. Насколько сильно ты замечаешь разницу в механике игры, в отличие с CSGO? Ну, на самом деле сейчас уже привык. И большинство игроков уже привыкли, ну, долгое время. Но CS2 намного хуже, чем CSGO, именно в плане микры. Да. В плане микры, в плане точности движений. И стрельба, мне кажется, она на самом деле очень похожа. Да, иногда, может быть, не реагирует пули, но в CSGO так же было. Да, но именно в чем самая большая разница этой стрельбы. То есть, если в CSGO ты точно мог нажимать и точно остановиться в правильный тик, потому что там по тикам был. Да, если сейчас саптик, то ты как будто ты пикаешь и ты чуть-чуть скользишь. И такое ощущение, что ты как будто на мини-скейтборте, короче, бегаешь. Почему вот это преимущество пикающего? Все начали бегать. Да, Донг, например, у него очень-очень развитое вот это. Побежать, там, выбежать на широком, убить, там, либо таком, как... Да, Донг слайд. Да, Донг слайд, да, типа такого. Я на самом деле очень много Донг смотрел в этом плане. Именно интересно стало, почему, что его различало. И вот у него интересное такое качество есть, он очень мало шифтит. То есть он, он, даже вот ситуация, когда вроде бы, как бы клатч надо разыграть шифтом, он выбегает и вот, он просто настолько уверен, настолько у него, он, именно у него там может 4 пули оставаться, да, и он все равно, он не будет перезаряжаться, он выбежит и, да, с пули. Вот, и по сути, вот эти какие-то микровещи, они намного поменяли, поменяли восприятие, потому что именно во времена ВП мы очень обсасывали микру. И каждый микромомент мы пытались понять изнутри, да, то есть не по ощущениям, а как бы дать, ну, как бы название этим ощущениям, да, и понимание какое-то построить. Почему вот так? Почему так, чтобы у тебя в голове как бы было понимание, что я сделал это, потому что вот так, это тоже самое, это развивает твое какое-то внутреннее чувство, ощущение. И очень многое из этого, оно пошло просто, ну, по сути, пропало, потому что игра совсем другая. А что улучшилось? Мне очень нравится со смоками динамика. То есть, мне кажется, было, я полностью согласен, что CSGO было немного стейл, ну, оно... АФК-игра была. Ну, она такая... Из-за этих смоков, все-таки просто должен ждать. Да, ты постоянно, вот, кто заткнет смоком в тайминг, там, или кто-то опередит смок, кто-то выиграл, да. Сейчас из-за механики гранат, да, то есть то, что смок можно взорвать, это настолько освежило игру. И второе, что самое интересное, это то, что нету скайбоксов. То есть эти новые метовые гранаты, да, там, например, на Инферно где-то можешь респа дать за КТ дым на конец банана, да. То есть вот такие микровещи, они настолько, на самом деле, люди, мне кажется, может быть, на Фейсити-то игра такая же, да, там, на четвертых, пятых левелах и так далее, но в профессиональной игре она настолько сильно поменялась и в плане микры, и в плане скайбоксов, и в плане гранат, что ты как будто, ну, ты реально в другую игру играешь. В свобода, по-моему, в свободу. Да, да, да. В свободе мысли, ты можешь дать все, что происходит. Да, конечно, это вообще самое интересное, что все профессиональные игроки, они живут игрой. И когда у тебя открытая площадка появляется такая, представь, детскую площадку, да, и ты ребенок, и там новые какие-то эти аттракционы появились, ну, не аттракционы, ты понял, о чем я, там, горки новые и так далее, да, ты такой, вау, вау, и ты начинаешь все пробовать, и там, да, начинаешь там бам-бам-бам, вот, и вот такое ощущение. Один из примеров, когда Моноси заметил, что вент может меня разбивать и стрелять через него. Да. И хорошая реакция такая история. Да, да, да. Ника-ника, смотри, смотри. На мираже, да, я помню, да. В чем конкретно ты хорош? Почему у тебя тот или иной навык, а у других его нет? В чем твоя сила, брат? Мне кажется, самокритика, возможно, самокритика, она априори многих уничтожает, но мне кажется, эээ... Умеренная. Умеренная самокритика, это то, что заставляет меня двигаться вперед, да, и заставляет, как бы, развиваться. Почему так близко к Монику сидишь? Ха-ха. На самом деле, это, кстати, интересная история с Флейми. Флейми? Да, мы играли какую-то официалку в ЕПГ, и тогда Флейми заменял Хуча, и что-то какой-то раунд, и он такой, типа, Марик, возьми просто дигл, короче, без армора, Найка, и сядь в упор прямо к монитору, короче, типа. И я прям сел, я что-то троих убил с дигла, и я такой, я все время буду... А-а-а, ты серьезно, Егор? Да ты этот, инициатор плохого зрения. И зрение не портится, да, у тебя из-за этого? Нет, нет, зрение не портится. Единственная проблема, это когда у меня посадка сначала была такая, что я тянулся вперед, к монитору, да, из-за того, что монитор посередине стола стоял, и я тянулся, из-за этого у меня поясница болела. Подожди, я не понял, Флейми тебе посоветовал сидеть рядом с монитором, а сам это не делал. Ну, мне кажется, он иногда садится так. Но вообще, потом я поменял посадку, я начал монитор двигать вперед, чтобы у меня прямая спина. Сейчас у меня нет проблем со спиной, и глаза у меня как-то никогда не было особых проблем. А у тебя нет профи деформации? То есть ты был капитаном, сейчас нет. Вот какая проблема у капитанов после того, как они перестают им быть? Они говорят очень много в игре, постоянно говорят, и это мешает капитану. Нет, проблема, наверное, не в том, чтобы говорить, говорить что-то или нет. Это все же, наверное, мне кажется, больше зависит от того, что команде нужно от тебя. Например, в этой команде из-за того, что у нас скал занав довольно тихий, как бы нужно было именно давать очень много информации, и как бы это не мешало. Другое дело, это иногда как-то, может быть, за КТ именно сторону, как-то передумывать много, что типа, о, они делают вот это, осторожно, и как бы из-за того, что нет какой-то стабильности в команде, появляется какое-то недоверие. Например, блин, надо, я пойду поближе к А. Да. И из-за того, типа, потому что, блин, мы А проигрываем, надо пойти поближе, помочь команде. А и когда вот такого доверия какого-то нету, и когда вот ты начинаешь как бы в одну или другую сторону как бы двигаться, из-за этого как бы, если ты ошибаешься, и они пойдут на Б, и вы проиграли раунд из-за того, что ты стянулся неправильно. То есть вот какой-то вот именно этой стабильности вот пока не хватает. Слушай, вот менталитет СНГ ребят и европейских, он явно отличается, и если судить по работой способности, то это 100%. Расскажи, пожалуйста, были у тебя случаи, когда ты понимал, ну, ладно, европейский менталитет, может быть, они меньше хотят работать, более ленивые. У тебя были случаи, когда ты вот видел вот этот вот контраст? Был такой, на самом деле, именно когда в Ликвид перешел, первое время был контраст, и до сих пор иногда случаются какие-то такие ситуации, где я такой, ну, я уже привык, редко сейчас такие ситуации происходят, но иногда бывает такое, типа, ладно, забей там, но ты все равно стараешься объяснить, человек понимает, и он такой, аа. Но в большинстве случаев это случается именно, не обязательно это может быть СНГ именно, и западный менталитет, это может быть тоже из-за того, что я перешел с ВП. ВП очень требовательно к критике, то есть требовательно к саморазвитию, да, то есть постоянно были, может быть, не на повышенных тоннах, но постоянно как бы каждый друг друга критикует, это такое общество именно игроков, которые... Прямолинейные. Прямолинейные, да, то есть тебе не нужно... Ты такой, бля, что ты сделал, типа, знаешь, там эти мемы про Na'Vi и так далее, но на самом деле это все делается без негатива, то есть все профессионалы, все хотят выиграть. В западный менталитет, мне кажется, очень... У меня один человек важный объяснил так. Например, если в СНГ ты хочешь там уволить кого-то, да, с работы, то ты можешь спокойно взять и уволить. И как бы люди работают, чтобы их не... Ну, чтобы не уволять, а в западе они как будто понимают, у них изначально выстраиваются, как они растут как люди, что они видят вокруг, как у них родители там строятся и так далее, что настолько... Уверены в стабильности. Да, уверены в стабильности, потому что тебя не могут просто так кикнуть с работы. Тебя выплатят там три месяца, там зарплаты и так далее, да, и как бы люди, наверное, больше пытаются скрыть какие-то недостатки, нежели пойти и сказать, типа, блин, вот это не так и так далее, да. И вот это чувствуется даже вот когда я изначально перешел в ликвид, то есть, мне кажется, люди чуть-чуть так офигели, да, от того, как я... Резко. Резко начал, да, как бы объяснять именно в плане, так вот не нужно делать и так далее. И, наверное, в какой-то именно степени со временем я привык просто какие-то... Некоторые вещи, может быть, не говорить, да. Некоторым вещам, которые у нас была вера в ВП, эти вещи, очень много именно каких-то таких микромоментов, они пропали. То есть, потому что я понимаю, если я буду говорить вот это каждый раз, да, там типа и так далее, тогда это будет съедать игроков и как бы их уверенность потеряется. А по времени работы они больше, меньше работают? Это индивидуально. На самом деле, мне кажется, это... Ну, вообще, может быть, это и культурно связано, да. Мне кажется, в общем мере, если сравнивать, то меньше. Да, то есть у людей больше как бы баланс какого-то там свободного времени, зала и так далее, да, но и тоже. Люди, с которыми я играю, играл в Liquid, играют, да, они постарше, чем люди, которые с ВП, да. И если мы там могли сидеть по 14 часов, 4 часа тратить на разбор там одной карты, там, просасывание любой, любой, любой этой, тут там люди, они будут засыпать, они будут, они будут... Ну, им это не нужно, понимаешь? И ты привыкаешь. Твист, на самом деле, очень такую классную вещь сказал про интернациональные команды. Это тоже, на самом деле, мне кажется, очень много зависит от того, от языка. Если, например, в каких-то... Одноязыковых командах, я не знаю, как это объяснить. Если, например, все на одном языке общаются, то у них как-то по-другому идет выстраивание, ну, идет общение, да, они как-то по-другому друг с другом ладят и так далее. В интернациональных командах априори, первая команда, которая начала выигрывать, это Face, да, априори выстраивается такое, что... И что самое интересное, ты даже, вот, если ты сравнишь, например, как VP, либо как Astralis играли, да, они чувствуются команда. А вот Face настолько сильные индивидуальные игроки, которые просто выносят какие-то моменты индивидуально за счет просто своего индивидуального какого-то скила. И вот это, наверное, прикол такой интернациональных команд, это то, что надо больше, наверное, развивать именно... Индивидуалку. Индивидуалку и принимание решения каждого игрока, он должен принимать сам. И тогда интернациональная команда спокойно выиграет, потому что ты не сможешь выиграть столько же информации, так же договориться быстро и так далее. Ты можешь там использовать какие-то ключевые слова, объяснять и так далее, но это все не то. В конце концов ты приходишь к тому, что должно быть пять игроков, которые каждый умеет сам принимать решения, которые сам знают в правильный момент, что сделать и как затащить игру. А в одного языка команд, да, выстраиваются какие-то как правила. И вера, вера во что ты веришь, чтобы выиграть. Давай посмотрим твою историю команд. Получается, первая команда это с Хаски, но там ничего интересного. ЕПГ. Почему ушел? Как это было? Фу, ну ты мне, конечно, задал вопрос. Так и запишем. Не-не-не, я там проиграл год, очень вообще благодарен Мите, на самом деле, что он дал мне шанс, хуч, дал мне шанс, очень многому что научился, мы постоянно, мы такие еще вдвоем любим, любим как бы поспорить, и у нас был такой релэйшншип, такой, ну как бы... Соперничество, конкурент? Не-не, не соперничество, а вот такое, типа, как бы, батя-сын, да, и мы постоянно как-то, у него какие-то свои понятия, там, и так далее, в плане игры, у меня какие-то другие, там, и мы как-то так оба развивались в этом плане. Почему ушел? Просто мы не прошли на минор, по-моему, тогда мы проиграли. Мы кикнули Николбека, и Николбека проиграли за выход на минор. И тогда я такой, типа, бля, все, и в тот момент как раз было поступление в универ. И поэтому я такой, типа, бля, я не знаю, хочу я играть дальше или нет, я начал поступать в универ, меня позвали там сначала фарзы на месяц, типа, месяц я играл с фарзами, мы выиграли даже турнир какой-то онлайновский, но я там не подписал из-за того, что мы не договорились. И потом позвали просто после того, как мы прошли в Бангкок, в Таиланд, наверное, на турнир прошли, и вот просто уже тогда я познакомился с Зевсом, со всеми, потом Николбек еще туда пришел, поэтому, да, интересно. Просто ты играл там два года. Просто, да, разные составы были там. Это твоя первая команда, с которой ты показал себя удачно на Тир-2 сцене. Расскажи подробнее пройти времена, насколько тебе там нравилось, насколько участие Зевса там было вовлечено? Ну, на самом деле у нас разные составы там были. Сначала был Дэв, Айван, Кинзор, я кого-то забываю. Фларич, это тоже латыш. Вообще крутой состав, мне кажется, интересное развитие мне дал Дэв тогда. Он тоже очень такой, чем-то похож на Джейма в плане того, что вот ему нравится, мне нравится разговаривать о кейсе, да, и ему тоже, например, нравилось. И мы постоянно там общались, а почему вот так я делал, вот так, а если лучше вот так делать. Это какое-то развитие дало именно в плане понимания микры, макры и так далее. Потом был состав, который там у нас менялись игроки, но потом был, наверное, главный состав, где мы как раз выстрелили. Это был WorldEdit, WorldEdit, Waylander, Nickelback, Я, сначала был Фларич, потом Димасик. И вот тогда Зевс начал больше уделять времени. В первом составе он как-то меньше, потому что он еще в тот момент в Na'Vi играл. И, очевидно, ты не можешь как бы позволить себе, когда ты на таком уровне играешь, еще помогать какой-то академике и так далее. Тогда вот, когда он уже ушел с нами, он очень много времени проводил именно и на боткэмпах, и мы были и в Киеве, и в Харькове на боткэмпах, и очень какие-то интересные вещи я узнал. Например, я могу одну, наверное, рассказать, я думал, он не обидится, знаешь, он рассказывал, что типа... Иногда бывает такое, что типа вот вы играете, игрок не тут. Ну вот он потерянный, что-то, не знаю, не в фокусе, как-то что-то случилось, и он всегда говорил, типа... Ну, взяли, бля, по компу, по компу ударили, типа техническая пауза, 15 минут пусть, и типа ты ничего не говоришь. Ну, это такие лановые фишки, так сказать, это еще старомонные такие. Сейчас так люди не делают. Ну, может быть, делают, кофе нечаянно выливают, знаешь, чтобы техпауза была какая-то. И вот этот урок я как-то запомнил. Я никогда его не променял, но вот интересно было, знаешь, типа ты не говоришь, что слушай, ты соберись, типа ты не в фокусе и так далее, потому что это еще ухудшит. Ты берешь специально, типа, делаешь artificial pause, типа... Ну... Чтобы эмоционально был бы всплеск у этого игрока, и он бы... Чтобы он расслабился, да. Чтобы быть, потому что так, пауза какая-то, и он найдет какой-то сам выход, потому что ему не надо, типа, фокусироваться... Ну, типа, во время игры у тебя как бы сложно найти вот этот момент, чтобы как-то перезафокуситься. Поэтому обычно паузы ставятся, либо технические... Сколько раз было технических пауз во время игры... Мне кажется, я даже сейчас есть. Я уверен. Зевсы? Нет, не Зевсы, я имею в виду вообще команду. Тир-1 бывает такое. Ты думаешь, это такая популярная тема, да? Да, да, сто процентов. Что можешь еще выделить? Какие давал тебе Зевс инсайты? Зевс был один из немногих в то время, который как бы направлял в сторону спорта. То есть он как бы полностью поддерживал, что нужно как бы держать себя в тонусе, какие-то зарядочки делать, там даже, например, ну просто, знаешь, между подходами пойти, там отжимания сделать и так далее. Между праками, например, и так далее. Выйти, погулять. То есть вот это какое-то что-то я принял как бы от него. А так вообще там на самом деле много вещей. Было много смешных вещей тоже. Ты знаешь, он такой... Заряженный. Заряженный, да, такой. И он на буткемпе у нас, когда мы играли какой-то либо праки, либо что-то. И на буткемпе у нас за спиной стоит. Он, давайте, давайте, пацаны, вот так вот. Мы играем в стрессе таком, знаешь, непривычно мы сидим, мы привыкли играть, типа, знаешь, в онлайне на буткемпе сидишь, спокойненько играешь. А у нас еще, знаешь, WorldEdit и Waylander, они такие спокойные. Они такие... Никель тоже довольно спокойный. Флориджи тоже, Димасик тоже. И типа... У нас сзади вот эта вот просто трибуна как будто людей. Вот это, конечно, смешно было. Это вообще интересно. Ну, вообще там очень много крутых каких-то микро-микро-моментиков, да, которых я вообще Даню очень благодарен. Я его, кстати, недавно год назад увидел на Бали. Это интервью было на Бали. Интервью записал, да, да, да. Поэтому тоже мы иногда тоже общаемся, держим, поддерживаем связь, так же, как и с Хучом тоже. Поэтому со всеми как бы держим связь. Май 2020 года, ты переходишь в Virtus.pro. Расскажи, в какой момент ты понял, что все, просто это мой пройденный опыт, пройденный путь, надо развиваться. Когда это было? Такого, что я сам выбрал, что это мой пройденный путь, и надо развиваться, такого не было. Было так, что мы играли какой-то минор против VP, я там хорошо сыграл, мы еще обыграли VP, по-моему, если я не ошибаюсь. И в один момент мне взял в зоне, говорит, слушай, тебе, тобой типа интересуется VP, я все сделаю, чтобы ты типа перешел. Вау, молодец. Потому что он говорил, что он видел в моем потенциале, он понимал, что типа тоже, как бы, он насколько, ему это в плане невыгодно, в плане того, что его как бы на тот момент считай лучший игрок, да, уходит. Но он все сделал, он понимал, что типа он не хочет меня никак не блокировать, и так далее, и все, как бы договорились. Вот, я перешел в VP, и тогда я, конечно, в тот момент я офигел немного с уровня, разницы в уровне в плане микродетали коммуникации и так далее. Если просто там типа коммуникация вот такая, как такая, как вода спокойная, то VP она была такая «во-во-во-бабабабабабабабабамба». Вот так вот, давай сюда, вот так вот, быстро побежали, вот туда вот, и вот этот вот, я помню, я первый практик зашел, и такой осознал, типа, офигеть. То есть миф эталонской дисциплины Virtus Pro это не миф? Ну да, там коммуникации вообще очень много, мне кажется, времени уделяется и обучается. Я в свое время, когда я играл еще в той команде, как бы у игроков есть обязанность. Например, в тот момент я смоки считал. То есть в CSGO это поважнее было, да? То есть, например, сколько смоков терры тратят, например, либо ктшники сколько тратят. И на каждой карте я играл просто такие позиции, которые больше всего информации воспринимают на карте. И то есть важно, например, на Inferno, если ты играешь, как бы считать смоки, потому что понимаешь, что, окей, у них есть смок на B, чтобы на B закончить. На ретейке, да, чтобы понимать, были смоки или нет. Да, либо на ретейке. Закаты, наверное, это больше. Молотова были. То есть, если ты быстро захочешь на точку, то есть, не знаю, зарашил либо поп сделал, ну, резко, да, зашел. То ты понимаешь, что ты не можешь занимать там тройку, например, скорее всего, либо темную, потому что прилетят Молотова и так далее. А чем дольше раунд, ты понимаешь, у них будет намного минимальнее игроков от каких-то, чтобы именно ретейкнуть. Вот. И очень большая дисциплина была в плане сейвов. То есть, мы выигрывали такие игры, где мы сейвили ФАМАС. Мы там один... Сначала оставался один-два, там, я помню, Леха Кикерт оставался, тогда один-два. И он такой, пацаны, я ФАМАС засейвлю, мы выиграем next round. И мы выиграли next round, выиграли игру, это был важный раунд. И еще такой, какой-то 14-й мы отдали, либо 15-й. То есть, такие моменты вот такие. Но это годы, ну, точнее, даже, может быть, не годы, месяца вот тренирования философии и дисциплины, то есть, вдалбливания в голову, что, типа, мы выигрываем за счет того, что мы не оверпикаем, мы выигрываем за то, что, типа, мы сейвим, за то, что мы играем грязно. Ну, как грязно? Ну, ты понимаешь, о чем я, да? То есть, и вот в каждой команде это по-разному, да? То есть, если Дастан и Джейм, они были такие, которые, вот, у них было свое видение, они до сих пор похожи играют, но, мне кажется, с приходом электроники чуть-чуть поменялось, да? Но все равно какие-то такие микровещины. Извините, что я рассказываю секреты, короче. Но это так, если чуть-чуть коснуться. Слушай, вот многие говорят про Дастана, то, что он больше как психолог, и все остальное делал именно Джейм. Это правда или нет? Дастан был такой, как строгий учитель, так сказать, да? Он строгий? Ну, Дастан, да, такой довольно, он тебе скажет все, что думает. Он тебе, ну, он, чаще всего он, как происходило, да? То есть, я не знаю, ты видел этот момент, типа, бля, пацаны, соберитесь, типа, сейчас, сейчас, типа, выиграем, сейчас самое главное, выиграть первый бай. Это все знают, да. Выиграем первый бай, потом они четыре, там, типа, не возьмут, ну, вот это, это... Смотрим. Собрали ебальники, блядь. Самое главное, первый бай, нужно первые два покрошить, закрепиться по экономике, четыре уху возьмут. Сейчас, next, два ключевых. Внимательно играем. Почти, почти, в каждой игре я это слышал, да, и... То есть, да, он был какой-то такой вот эмоциональной поддержкой команды, такой сильной, сильной колонной, да, которая всегда, типа... Даже из самых... Почему, мне кажется, в ВП, мы тогда, мы очень много камбэков выигрывали. И одно из них, это он грамотные паузы брал и грамотно, как бы, объяснял путь, как мы выиграем. И это работал. Конечно, ты, то есть, если ты, например, нам лисишь 13-5, ты в голове понимаешь, да, мы можем камбэкнуть, но ты пока еще не понимаешь, как. Это они должны, там, типа, что-то это... Дослан берет паузу, и он говорит, пацаны, сейчас будет вот это, мы выиграем первый бай, выиграем потом бай у них, потом они делают эко, и мы уже 13-8. Это на чуйку он говорит, или он смотрит демки, смотрит, понимает все, что происходит на карте? Он очень хорошо именно понимает психологию капитанов вражеских, да, ну, не вражеских, а оппонентов, да, и психологию разных команд, да, то есть, и это просто опыт, опыт того, игры против таких команд, и смотрят демки, да, смотрят турниры, да, то есть, у него вот эта чуйка именно, как какой капитан, как заколет, что сделает, и вот как нам подстроиться, чтобы выиграть, вот это у него... Очень-очень сильно развито. Слушай, вот сейчас пришел в команду Homo Virtus.pro, как думаешь, насколько это правильный пик для такой менталити команды? Он тренировал нас в EPG. Homo? Homo, да. И как? Подойдет им? Ну, в то время я немного... Я недолго застал, по-моему, его, но мне он нравился, у него есть такое стратегическое мышление в плане каких-то... Вот я не знаю, вот мне кажется, он больше такой стратегик, нежели, да, какой-то эмоциональный коуч, как достанн, да, именно какой-то... И поэтому мне как-то сложно представить, кто возьмет роль как бы эмоционального лидера, да, то есть, Джейм, конечно, он... Не поймите неправильно, он лидер, он... Он понимает, как его команда ощущает, он понимает, что сказать в нужный момент и так далее, да, но... Всегда должен быть именно баланс. Это не должно держаться на том человеке. И вот если кто-то другой возьмет, да, я знаю, что Fleet может, да, типа, зарядить команду, может помочь команде в нужный момент. И вот если сейчас Electronic еще потянется, тоже начнет вот такую роль исполнять, то, мне кажется, возможно и получить бонус от того, что Homo больше стратегически. Но я, на самом деле, я давно с ним играл, 2018 год, да, и сейчас уже 2006 лет назад я с ним играл, поэтому как бы у меня точного понимания, какой он сейчас, у меня нет. Это только что я могу сказать по прошлому. Ты ушел из Просто, тебя продали, но тебе не кажется, что вот после твоего хода все закончилось? Просто? Просто держались на тебе. Я бы не сказал, что держались на мне, мне кажется, там очень много именно... Ну, что было у Просто после твоего хода? Как будто настоящий спад. И до конца они больше ни разу не были выше. Да, но там, по-моему, больше молодых игроков брали, каких-то больше именно не быть в Тир-2 сцене, да, как бы воспитывание каких-то игроков, там на будущее может быть продажа или так. Я на самом деле, после моего ухода я даже не касался вообще никаком виде простой и не интересовался даже, что да как происходит. И мне как бы сложно сказать, почему, почему, да как, что получилось. Мне кажется, это просто обстоятельства. Ты говорил, что хочешь стать порно-актером. Да. Цель осталась? Нет, только со своей девушкой. Кстати, насчет отношений. Да. Сколько вы уже в отношениях? Полтора года. Плюс-минус полтора года. А что? Ааа, насколько сильно есть разница в отношениях проигрок и вне отношений? Блин, нет. Или заметил эту разницу? Ну, не сказал бы, я не знаю. Мне кажется, это зависит вообще от того, как ты выстраиваешь отношения, какая у тебя девушка, если она готова как бы, если она понимает приоритет, что как бы на первом месте у тебя игра работает, то без проблем, как у нас, например. Она понимает, что я много работаю, и все равно она со мной, значит, это любовь. Когда ты уходил из ВВП, Овердрайф запустил шутку такой состав. Нико, Хантер, Монаси и Киндер Бумыч. Были ли шансы у такой команды? В... Так, ну, уже думают. То есть получается. Не, именно такого состава, по-моему, не было. Либо было, я на самом деле уже не помню. Там было в плане интереса с обеих сторон, но такого, чтобы даже близко к этому подходило не было. Звучит как будто хорошо, да? Ну, на бумаге. Ну, вообще, да. Звучит круто. Почему, в конце концов, ты выбрал Liquid? Какие у тебя были еще продолжения? Ну, на самом деле было так, что, типа, интересовались в тот момент многие команды. То есть просто немногие... Там очень-очень сложно составало. Все было с переходом, мне нужно было себя выкупать и так далее. Там очень долгий этот процесс был. И не все... То есть я хотел играть уже в Кёльн, да? Уже хотел, я хотел сразу играть, да? То есть я вот из-за этого, как бы, один из выборов впал на Liquid, потому что Liquid уже... То есть заранее понимали, что, типа, Кёльн я уже буду играть, да? А многие команды хотели именно замену делать после Кёльна. И я не хотел пропускать. Это один из резонов. Второй из резонов, наверное, я хотел какой-то свой стиль найти, либо команду, где я не приду... Дополняющим чем-то? Да, хотел быть каким-то более лидером команды, наверное. Да, то есть хотелось развиваться в плане макро, хотелось развиваться в плане построения команды и так далее. И именно когда я в Liquid пришел, очень... Все случилось, по сути, как я и хотел. Именно то есть первый год, когда мы играли с Nitro Elysium, да? То есть... Ты стал ядром, да, команды? Ну, я бы не сказал ядром, я бы сказал, что вот главной, да, тройкой игроков, игроков, именно кто занимался макро и систематизацией, это был Nitro Elysium, ну и там Dubs, да, тренер, например. Вот, и очень люди хотели подстроиться. То есть люди хотели понять и попробовать именно развиться, потому что они верили в какое-то видение, которое у меня было, например, да, и какой-то... То есть очевидно, типа, не было такого, что я пришел и там всю систему построил там и так далее. Система строилась как бы со всеми игроками в плане того, что нужно было понимать, как кто хочет играть. Да. И именно в том составе это настолько сильно удалось. Мне кажется, очень, очень большая... Ну, это сейчас я понимаю, но очень большая, мне кажется, очень... Исходило желание пробовать что-то новое и именно развиваться от Elysia и от Nitro. То есть, да, Nitro как капитан, он хотел развиться, да, он хотел понять, и он очень... Он сидел со мной вот реально сутками. То есть я ему объяснял там какие-то системные вещи, которые, может быть, у него... Он не до конца понимал, да, и потому что в конце концов, да, может быть, какие-то идеи мои, но он-то коллет, потому что он капитан. И из-за этого как бы настолько приятно было сидеть и как бы не самому все думать, а вот ты сидишь с человеком, и у вас постоянно, типа, а если вот так, а если вот так, бам-бам-бам, и вот такое развитие. И Elysia, которое очень сильно ему нравилось, наверное, видение игры, такое, которое мы выстраивали. И он очень, как бы сказать... Теоретик? Теоретик, да. То есть ему нужно понимать, почему, что он делает. Да, то есть не то чтобы нужно, ему приятнее так играть, он понимает, когда все, что происходит, это то же самое у меня, например. Типа, я бы не хотел, например, играть в каком-то хаосе, потому что во время хаоса ты теряешь какие-то... Тебе нужна очень долгая сыгранность, чтобы вот какие-то вот эти секунды не терять лишние. Лишняя секунда на флешку, ты выбегаешь, чел уже отвернулся, ну, уже убежал там, либо ты его не убиваешь. Либо, например, флешка чуть-чуть рано, ты еще не дошел, да, и ты в полупозиции остаешься, да. И какие-то такие вещи, они наигрываются с опытом, если ты в хаосе, да. А можно как бы систематизировать все. То есть заранее ты как бы теоретически объясняешь, разговариваешь с человеком, объясняешь ему, там, например, слушай, если будет такая ситуация, можно, там, типа, можно накинуть вот эту флешку, давай вот эту флешку назовем хантером, а вот этот мув там вот так, и ты заранее теорию какую-то обсуждаешь, и в игре намного, ну, понятное дело, чуть-чуть сложновато в один момент, как бы, если много, много такого, да, но это, но это происходит обычно, там, через полгода, когда добавляется новая вещь, потому что нужно плейбук менять и так далее. Но очень сильно это помогает именно людям осознанно понимать, что происходит на карте. То есть если нету какого-то неврожденного, а есть люди, которые по макро больше имеют какую-то инициативу и понимание, а есть люди, которые играют по чувству больше и так далее. И вот именно та команда была, наверное, такой, которой всем было приятно играть именно в какой-то системе, понимая, что происходит и как бы доверяют друг другу. Это заставляло, то есть, людей не идти на какие-то ненужные риски и так далее, потому что они понимают, что, окей, да, мы 4-5, но мы все равно можем выиграть. У нас есть идеи, как это выиграть, потому что мы заранее обсуждали такие, блин, что-то у нас дофига, там, 4-5 на энчете затеров, например, да. Как лучше всего разыграть? И мы сидели, думали, да, накидали там 3 варианта. Даже не нужно накидать там все, да. На месте, на месте, да, думаешь, но главная идея там, давай заканчивать бэп, в эконом через мидл, да, что типа это, либо давай стягиваться в а-мейн, потому что а-мейн никто не ожидает там в лейт-раунде, в мид-раунде, что выйдут, да, все пончики играют. Ну, например, и вот какие-то такие вещи, они помогали нам не только освоиться друг с другом, но еще и развиться просто по пониманию того, что мы играем против какой-то команды, либо подготавливаемся, например, и ты видишь какой-то один знак там во время игры, ты видишь какую-то одну маленькую деталь, и ты такой, это будет фейз, это фейз. Фейз там назывался какой-то там выход, например, да. И из-за того, что ты обсудил заранее, у тебя, может быть, есть такая опция, да, что это такое, то и у тебя проще это коммуницировать своим тиммейтам, когда ты против нее сталкиваешься. Да. И сразу все понимают, что окей, что происходит и так далее. Где, скорее всего, игроки, где большинство игроков. Это как дебюту шахматов, правильно? Да, типа того. То есть и какие-то основные, наверное, это ты вот начинаешь какой-то дебют, чтобы получить какие-то киллы и так далее. И потом у тебя мид-раунд, который ты двигаешься, куда-то хочешь закончить и так далее. Если вы там умираете 4-4, 3-3, это уже клатч, это уже отдельная вообще история. Это там ничего теории не подлежит. Ну, подлежит какие-то микро-моменты, но слишком много переменных. Да. А если вот так вот ты начал какой-то дебют, отжал какие-то зоны 5-5, и ты такой, бля, давайте идеально закончим. И у них нет, не будет шансов. И ты идеально заканчиваешь, потому что вы обсудили, если мы вот так вот можем спокойно идеально закончить. И вот такое, наверное, дало какой-то такой буст нам в то время в Ликвид. Потому что сильные индивидуальные игроки, вот им не хватало, наверное, чуть-чуть какой-то вот этой систематизации и так далее. Мы там и второе место на Бласе занимали в World Finals, и на ЕПЛ, и полуфинала мы занимали. Да, то есть, конечно, были там Рио Мажор, например, и так далее. И вот это все, оно какой-то интересный опыт был, очень интересный. Давай вспомним две команды, куда ты мог попасть вместо Ликвид. Из команд, которые прям в переход уже диалог заходил, да, было по сути две команды, с которых я выбирал. Потому что все остальные команды хотели замены после Кельна. Да. И это Ликвид и в то время Маус. Вау. Но в тот момент я выбрал Ликвид и еще были, на самом деле, нас много именно интересовались в любом случае. Многим было интересно, но именно такого, чтобы был какой-то диалог о том, чтобы перейти, это уже только... Можешь назвать одну команду, которая хотела у тебя после Кельна? Много и много команды. Ну, выберу любую. Ну, например, вот типа, если бы, например, я перешел бы в G2, то это было бы после Кельна. Если бы. Да. То есть было общение по этому поводу, но такого, чтобы мы пришли к чему-то, такого не случилось. Можешь назвать сумму выкупа? Ты говорил, что ты сам себя выкупал? Да. Да. Можешь сказать сумму? Нет. Ладно, больше, чем 500 тысяч долларов? Ну да. Больше, чем миллион? Нет. Все, хорошо. Как тебя встретила организация Ликвид? И насколько это миф, что это лучшая организация в киберспорте? Это лучшая организация в киберспорте. А если без камер? Лучшая организация в киберспорте. Я тебе отвечаю, это вообще другой уровень. Ну вот, что ты первый заметил в разнице после перехода из Virtus.pro? Вот что первое бросается? Первый день я приехал сразу на базу в Амстердам. Ну, не в Амстердам, там утрих рядом городок. Там какая база, я не знаю, в ютубе наверняка есть видосы, обзоры поедут, то есть людям посмотреть, да. То есть база нереальная, став у тебя на каждой какой-то... У нас есть, например, менеджер, который у нас, Стив такой, ходит такой с хвостиком. Он очень крутой, он решает все любые вопросы. У нас есть талант менеджер, то есть это человек, который тебе нужно в мерч там или что-то, типа ты ему пишешь, да, отдельный чат. Тебе нужно там, типа у психолога там диету попросить. Ну, у нашего диетолога, например, да. Ты ему пишешь, то есть настолько именно... По любым вопросам везде есть ответы. Да. То есть в штабе людей много, которые по любой причине тебе могут помочь. И ты чувствуешь, что они заботятся о тебе. То есть им не похуй, они реально будут, типа, заботиться о тебе. Мало того, там другие такие личные какие-то маленькие вещи по типу, там, соло-румы, например. То есть в отелях нам доплачивают, чтобы мы жили по одному в номерах. Да ну. Да. Получается то, что в Liquid не снимают квартиры с номера с двумя кроватями? Или даже с одной? Нет, там две кровати, просто ты один живешь там. Это по разным причинам. Просто это как-то, мне кажется, это в западной культуре как-то не живут особо по двое. Мне кажется, Liquid это не единственный организация, который так делает. А на турнирах, когда YSL условно? YSL берут по две, ну, что по два выживет. Хотя после, ну, там по-разному было. Было так, что ковид был. Да. И после ковида там брали по одному. Я просто не уверен. Потом я уже свой повышел. И я не уверен, может быть, до сих пор берут по одному. А что еще, что есть еще такое отличительное? Что делали Liquid? Или это прям бросается? Вау. Ну, а они на месте теряли деньги, x2. То есть они, видимо, это оправдывали каким-то уединением, чтобы ты бы отдыхал бы от команды, наверное. Ну, не знаю, там на самом деле это просто какое-то именно общее ощущение, наверное, организации. Ты чувствуешь профессионализм со всех сторон. То есть от начала до, от начала базы, да, до начала по всем переговорам и то, как все происходило. И до там мерча даже, да, Liquid мерч. Вот на мне, например, вот мерч. Это тоже мерч. Серьезно? То есть это, как бы, у них шмотки крутые, у них, типа, коллаборации. Коллаборации с Marvel, да? Да, да, да. Постоянно какие-то движухи интересные там и так далее, да. То есть мы были, мы были в Вашингтоне, в DC, там есть, короче, команда Capitals, NHL, NHL команда. И есть команда Wizards, это NBA. И, короче, у нас из-за того, что Liquid там принадлежат, там они, короче, связаны тоже. И там, там у нас база была, например, тоже, типа, как одна из в Вашингтоне. И там буквально три минуты проходишь, у тебя хоккейный, хоккейный улет, и там Capitals играют против, против, там, кого-то, да. Blue Jaggets, по-моему. И ты приходишь, посмотрел игру, такой, ладно, пошли, пошли там тренироваться дальше и так далее. Ну, это вот такие какие-то вещи, которых, ну, типа, эксклюзив, да, настолько, потому что организация развита, и она настолько крутая, которая просто заботится об игроках на высшем уровне. Ты говорил, мне нравится думать, что я умнее любого игрока в мире. Мне это, кстати, неправильно написали. Там по-другому было. Там был вопрос, у меня за это просто захавали люди. Я потом не объяснял, потому что, ну, типа, я начну объяснять, и все, все, все. Давай один раз закончим на этом. Там, там, короче, как было. Меня задают интервью, типа, что-то, как-то так, типа, как-то такие entry находишь там и так далее, и так далее. И, типа, я объяснил это тем, что это исходит из уверенности. И если я не буду думать, что я, типа, самый умный, то, типа, у меня будет какая-то неуверенность. Ну, это между слов, но я, по сути, сказал так, что, типа, если я не буду думать, что я самый умный, то у меня так не получится. Поэтому, типа, там люди неправильно перевернены, сразу началось, типа, блядь, он думает, что он самый умный и так далее. Ну, ты слишком чеш-свэш, на самом деле. Ну, да, я сейчас извиняюсь. Да, я сейчас извиняюсь. Да, я сейчас извиняюсь. Смотри, на самом деле, на самом деле, вот именно про чеш-свэш на сети говорить, у каждого игрока, мне кажется, наступает момент, когда вот это происходит. Когда какая-то либо звездная болезнь, типа, такая либо что-то, и ты априори проходишь, короче, априори случится, что тебя укусит задницу, короче, и, типа, что ты поймешь, такой, блядь, ну, типа, что я сделал, что я говорю, типа, я не хочу, ну, знаешь, и, типа, и ты начинаешь засыновать такой, начинаешь меняться. И это, мне кажется, очень, это просто развитие, да, то есть это период жизни, когда, типа, то есть это грань, да, такая, типа, если ты не будешь чеш-свэшным, если ты будешь чеш-свэшным, да, это тебе даст уверенность, это тебе даст какую-то уверенность и комфорт в игре, да, потому что ты думаешь, что ты самый лучший. Если ты не думаешь, что ты самый лучший, значит, ты не станешь самым лучшим, по сути, ну, это такая есть теория, да. Да, ну, тут нужна грань, чтобы не стать чеш-свэшным, у которого снахетика пропадает. да и по вот этой грани ходить это ну как бы не самое простое потому что в один момент и не замечаешь какую какую-то как-то у тебя накапливать как ты типа ведешь себя как придурок там и так далее вот и у меня были такие ситуации ситуации в жизни против после которых я типа но сожалел и я такой типа блять чё я выстрел ну типа либо чуть-чуть сказал типа и вот какие-то такие вещи они конечно очевидно происходит и они не происходят не только в киберспорте а со всеми людьми вообще до которые добиваются там к определенному какой-то уровне своей профессии либо в своем деле спустя несколько месяцев после ухода из virtus pro ребята выиграли мажор ты их искренне поздравил как мужчина но вспомни свои эмоции я кстати помню эмоции я еще описывал их я помню я сначала ты 1 1 первое что было это радость во-первых за пацанов потому что у меня долгий путь не долгий путь с ним были и как считать 13 часов в день мы проводили вместе да и так далее ты кого очевидно привязываешься к игрокам к людям и в но вторая эмоция была такая типа блять ну типа может быть я был проблемой да и сразу загоняется какой-то какой-то такой типа когда неуверенность они выиграли они выиграли мажор и так далее и но потом обратно все вернулось то что я искренне просто рад что они выиграли и не факт что если бы я остался в той команде мы бы выиграли мажор и также не факт что что они выиграли из-за того что меня там не было да и я понимаю что типа это уже случилось и единственное что я могу этого чисто искренне порадоваться за своих друзей за своих бывших тиммейтов я их сразу поздравил всем написал лично и вообще-то я смотрел это финал и и полфинал и вообще вообще было очень круто но конечно с одной стороны вот был именно был момент когда типа я задумался опа вот это вот это вообще а ты рабочий что работе рабочий а ну ты рабочий какой работе трешник чем ты трешишь что такое трочь договорники играешь а типа сливать матчи да ну по-разному бывает смысле по-разному бывает это что по-разному бывает типа иногда нет она иногда еще вставлять тем тем людям которые хотят за это поэтому по-разному не конечно никогда не сливал матчи никогда не братья были команды где ты просто видишь то что они хотят затрошить то есть вот приходит к тебе не говори команду просто было ли у тебя такое что приходится мы это говорит тиммейт нет но очень очень много было такого что в личку предлагали то есть очень много в личку предлагали но такого чтобы тиммейт ну конечно я не могу говорить типа в плане за всех да возможно кто-то и сливал моей команде на просто этого не знаю но это нефтир один радары сталкивался с читерами с радаром свое время когда играл квалификация да в свое время они же сейчас активные мы сейчас квалификации особо не играем в америке никто радары не спустит это еще не дошло до такого когда я не знаю последний раз когда была какая-то такая ситуация стрёмная которая типа это сакумой когда бы когда было такое ощущение что они с радаром играли но мне кажется там не все я уже а там всем не надо я уже я уже честно уже забыл это как-то уже смирился проиграли проиграли ничего не случилось единственное мне казалось что сергиз там когда банку поджимал на дасти против нас идеально в идеальный тайминг но так чтобы прямо обвинять их у меня нет основаниях обвинять овердрайв недавно заявлял и киндер крутой игрок но по уровню токсичности идет следующем после simple что можешь сказать по поводу этого заявления но мне кажется на самом деле как я уже объяснял по поводу того что а вот этот период когда я был капитаном да и как я сажал пати и рейнвейкера мне кажется вот этот период был самый токсичный моей моей карьере еще до этого в просто я был довольно токсичным потому что хотелось выигрывать и как-то не получалось и со временем просто с годами как-то ну как-то короче учишься не знаю вот даже вот после вот этого полугодия с потерей мейкером но много много выводов был сделан типа и я согласен были такие моменты и овердрайв может считать что хочет у тебя были случаи с инсайдерами неприятные может быть ликвид пишут там ликвид общаются между собой снгшный инсайдер что не пустят такое нет то есть инсайды вас как-то калечат да нет инсайды по сути это часть часть сцены да часть игры очень редко такое что какой-то мув проходит без инсайдов да например электроник вообще никто не ожидал его не писал это и вот таких мулов очень мало так мало да а почему почему их мало потому что никто не держит рот на замке особенно когда там не знаю выпьет в авто пассе и расскажу расскажу все что думают и и но это уже настолько часть сцены что типа мне не холодно не тепло от них от инсайдеров ох нифига со временем ты стал капитаном team liquid расскажи пожалуйста это была вынужденная мера или ты вызвался и хотел и хотел быть этим человеком я бы сказал что это как-то с обоих сторон получилось из-за того что нитро уходил и как бы нужен нужен был капитан а капитана капитана найти сложно и был такой был такой момент когда я из того что очень много какой-то система была построена тип но и какие-то какие-то даже карты я мамямы капитане или коле там и так далее потому что и когда в ритме ты очень можешь читать игру и из за это как-то типа должно давайте попробуем да так случилось и потом когда или же тоже убрали и получилось что нам нужно было два но два новых игрока и в тот момент у нас market но именно рынок да именно игроков не был такой самый самый горячий до чтобы чтобы можно было по какого-то тир один игрока взять и так далее да я считаю я считаю party 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 был такой именно крутой крутое решение дают то есть потому что нам нужно были на роли на агрессивной роли игрок и нам нужен был еще опорник место место не труда и было сложно потому что очень многие игроки они каких каких-то не было возможности получить то и мы остановили остановились на рейн векеры потому что дали шанс да то есть ну стрельнет не стрельнет а получится не получится потом другой вопрос уже про вес про сам про сам этот состав про сезон который мы провели я считаю что там априори главная ошибка именно была личностная моя как как лидера да я бы не сказал как капитана им внутри внутри игрок внутри игрового да то есть какое-то выстроение игры либо там коллинга и так далее я считаю что и сильно развился за этот период но самая большая проблема именно было лидерство я очень сильно жрал party ремейкера эмоционально эмоционально да то есть я я очень пришел ошибки как когда я по и я прошу как бы спрос от игроков да то есть если я там сижу там типа делаю всю эту работу где вы пожалуйста запомнили запоминайте роли там и так далее типа строительстве развиваетесь тоже играть этом присоед развиваетесь и в какой-то момент этого не было да то есть я такой типа бля пацаны нужно типа развиваться вы у вас там на точке не получается играет да я же не могу пойти придумать вам как играть на точке это вы сами должны дойти до этого и как бы и развиваться вот это какая-то вещь и ну вот этот резон и из-за того что мы начали проигрывать турниры как-то с каждого турнира вылетать и так далее это очень сильно накапливалось и в конце концов выливалось такое такое как типа не личностное расскорбление но постоянный фокус над ошибками да то есть не подчеркивание каких-то хороших вещей которые которые были у этих игроков а именно выливание каких-то проблем командных тип именно и каких-то их лишь личностных на позициях да из-за этого у игроков потеряется мотивация очевидно на них на них постоянно типа говорят тут надо было по-другому идет и ты понимаешь что типа в один момент человек не хочет уже играть он теряет мотивации от этого хуже все и начинают играть и в тот момент мне кажется не хватало очень сильно какой-то второго лидера в команде стабилизатором все ты сюда не хватало второго как бы второго бойца в команде второе второго голоса в команде который мог бы стабилизировать стабилизировать как бы именно дать какую-то важную нужную информацию чтобы чтобы правильно повести команду куда-то именно во время игры либо в то же самое помимо игры до иметь как бы опору второго человека который который будет как бы как примером да для всех потому что капитан понятно пример но если второй игрок до который не капитан который который может тоже показать своим примером что типа вот ну вот смотрите там надо играть на тренироваться и так далее в игре в игре выдавать какой-то максимум вот такого игрока мне не хватало в тот момент из-за этого очень очень много на самом деле мы весь сезон проиграли я считаю что очень очень большая вина именно на мне за это сезон и за какие-то лидерские вот эти вот эти качества это то это тот опыт который наверное больше всего больше всего я благодарен за потому что именно я пришел к выводу что какая-то такая схема что типа сделать игрока таким каким ты хочешь невозможно то есть ты нет и не можешь взять игрока и встроить его в систему по сути тебе нужно систему построить под игроков под что им комфортно как они хотят играть даже что ты ты должен не спрашивать их что они хотят делать да а как бы виде какие их сильные черты под это подстраивать систему и сам эти и самое главное это вот и быть просто хорошим лидером хорошим капитаном и пример примером для всех да то есть если у меня именно по работе да я был как бы примером то вне вне именно эмоциональном виде люди меня ненавидели по сути ну ну я бы сказал пассивная агрессия ну я бы не сказал что это пассивная агрессия просто типа критиковал много да я не и они агрессировал с такими я не говорил там типа блять никогда это личностно не было но это критика она убивает игроков и если например в п я привык что все 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 так типа все можно высказать и так далее то там надо было именно с молодыми игроками вот там я неправильно поступил то есть эти молодые игроки они утонули по сути вот в этой всей критики из-за этого потеряли уверенность себе из-за этого мы начали плохо играть и так далее а то есть это полная комбинация 3 наверное что в тот момент ошибка главное есть я поменял роли я перешел на капитана и поменял роли и игра которую я видел которые привык выйди там последние четыре года я по сути ее больше ну типа не не видел так отчетливо как я видел постоянно я бы я больше был то есть вторая третья роль да не первая из-за этого как бы колется тебя у меня не получалось потому что потому что не вижу до конца полные какие-то детали которые могут повлиять на раунд человека который хорошо передавал коммуникации хорошо передавал эти детали у меня ну именно так как мне нужно было не было из-за этого вот эта вся комбинация по сути и провал провал этого сезона провал капитанства но признавать ошибки это уже но это это долгий процесс на самом деле это но просто очень многие люди не понимают что как бы все делается априори ты пробуешь как можно лучше но неосознанно ошибаешься и самое главное это как бы к чему я пришел да что я помог знаешь закончить карьеру сказать я не могу это выдержать все я типа играю там и так далее не моя главная задача сейчас это осознать ошибки обработать это и стать стать вырасти как игрок вырасти как личность и вот это чем я занимаюсь вот это последние ну считаю считаю после после вот этого периода капитанства и смены ролей вот это оттуда мне кажется все и пошло в плане формы и так далее да и потом самое главное наверное что сейчас вот эта стабильность стабильность игроков стабильность команды которые постоянно будет с тобой но твой ментальте как будто подходит через лет пять на хорошего тренера я кстати недавно говорил только может может просто тренером да я шутка я шутка ты говорю конечно но мне кажется будут будучи обидеть все получше будущем я бы хотел стать тренером конечно и ты можешь работать по любой в любой команде мира это здорово новой ник никто не может такое сделать по идее только ты но не наверняка есть там какие-то кто может на свободном языке общаться с любой на любом языке но без книгал кто не хал это и на китайском я еще на ты сейчас заявил о том что рейн блокера потенциал убил морской да я думаю ну я я не я не считаю что полностью потенциал он закопан я считаю что я думаю мне кажется больше большинстве случаев как бы он как бы тоже в плане плане того что сломался сломался из-за меня но как бы я считаю что в любом случае можно как бы дать к такой как ты отходишь чуть назад чтобы сделать сделать рывок вперед по сути до этого рывка не было ну а нам он спокойно может быть он на самом деле в тир-2 сейчас он вернулся обратно обратно все дома он хорошо играет хорошую статистику показывает мне кажется он много что для себя вывел даже в плане просто понимания какого-то тир-1 да насколько там уровень работы намного превосходит тир-2 уровень сколько именно люди уделяют времени игре да и какие то вот про роберт и вот про роберт и не уверен мне кажется вот именно про рейми рейкера я не так сильно волнуюсь в плане этого права вот про роберт и мне кажется там сильно именно тоже роли роли после по смены ролей и вообще мне кажется просто он пришел там например от чопера до который был капитаном такой мне кажется чё при очень я на самом деле не это так докатки но мне кажется он очень такой спокойный и дружественный капитан до которые больше как друг большой большой брат или или папа да я был таким больше строгим учитель учителем да ему настолько мне кажется и комфортно это было вот он проиграл мне больше двух месяцев расскажи пожалуйста насколько ты оцениваешь этот мув как правильно неправильно бликать подсыпать удика мне кажется это правильный мув он же не он же в плане линия про вообще про всю картину против ликвид мы никто не знали как это все бы на самом деле будет правильно это всего всего лишь какие-то спекуляции догадки в плане каких-то личностных ожиданий и так далее мне кажется самое главное это это случится жизнь да то есть ты никогда не можешь идеально выбрать что и как продолжите что делать и и кому доверять во что верить и так далее да это все будут какие-то такие ошибки или по такие тропинки в бока да не вперед кто был инициатором разойтись спать разойтись спать здесь я не скажу мне кажется мне кажется это было это с двух сторон было мне кажется и и он не хотел скорее всего уже продолжать играть и и тоже мы понимали что это не работает а кто был инициатором пригласить пати тренерский по сути тренерский штаб который входила я то есть это скауты менеджеры тренер я аналитик да то есть это вот люди которые там менее менее там нав и оси потому что у них как бы роль немножко другая как работает решение в тем ликвид менеджмент приходит и говорит ребят рассмотрите вот эту возможность убрать его или взять вот этого или вы приходите командный это может быть с собой сторон или вы приходите и говорите надо убрать это допами это происходит с обеих сторон мне кажется большинство случаев это решает команда и тренерский штаб но априори мнение целыми мнение именно выше до ликвидов они очевидно учитываются тоже то есть потому что они в конце концов это они делают этот шаг то и там там много на самом деле именно нюансов есть в плане и бюджет да на состав и и в плане там если выкупать кого-то нам и так далее что возможно что невозможно да то есть это все учитывается априори вместе да то есть какой-то канарной инициация сама исходит конечно из команды атаки должно быть но я считаю команду кто должен принимать решение по кикам игроков пара по разному мне кажется по сути я думаю это тренер и менеджер да то есть они должны они должны воспринимать какой-то понимать обе стороны потому что они находятся постоянно с игроками да они 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 заходят за спинами они понимают по сути оверю то есть как это все сверху выглядит так как что что и как и какие-то вот такие решения они по сути не может быть такого что один один игрок взял решил я я типа давайте вот это уберем и все такие типы ну раз ты решил давай берем не там всегда 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 это как бы происходит по разному это может быть тоже так что знаешь появился какой-то игрок на продажу да и ты такой те вроде нравится с ними играть да ну в этом игрок такое такого уровня знаешь и ты такой ну надо ну давай давать это уже со стороны организации там например обычно случаев приходит например возможность что усилиться усилить цена в октябре прошлого года был инсайд что нами хотели тебя выкупить насколько это правда блоге у них интерес в твою сторону я не помню я не помню именно конкретной даты но в какой-то момент был интерес но ничего не понито даже не думал а если они сейчас себе напишут ладно приход кедина в команду он стал снова капитаном а ты стал рифером насколько тебе комфорт не так и насколько сильно ты его рейтишь как капитан но на самом деле получается так что там немного больше факторов мне кажется на самом деле не только один кейзин пришел и стал капитан дамы поменяли все же три новых игроках то есть скал ствистик один плюс еще тренер новый да то есть это по сути получается совсем новая команда который который кейзин выставил и как бы получалось так что с таким капитаном как или на я раньше не играл на самом деле мне казалось мне казалось сначала изначально что у него очень много каких-то схожести с джеймом мне кажется самый самая большая схожесть это что он очень много как бы микро менеджер людей то есть да когда надо побежать когда надо что-то это сделать и так далее то есть какие-то зоны ответственности игроков он тоже как бы капитанит и координирует что в принципе неплохо но мне кажется многим игрокам этого какой-то индивидуальности не хватало я как бы понимаю мы общались по поводу того что переход как бы с одного языка в интернациональную команду да как бы он происходит так что он привык что у него все у него все датчане не все на все на одной волне и также я объяснял про по поводу того что интернациональной команды они вывозят немного больше за счет индивидуалки личные индивидуалки личного принимания решений из-за этого очень много мне кажется было несостыковок в плане того что например твистом приходят с файзов да где у него была там какая-то свобода своей роли свои своих каких-то вещах то и так же самого меня у на фада и из-за этого мне кажется чуть-чуть не забыть очень очень много как бы подстроек друг другу было и из-за этого очень сложно было найти именно кому какую-то комиками командную форму да то есть не было какой-то стабильности может быть по разным иногда он там скажет скажет себе как надо сыграть иногда не скажут а из-за этого как бы какой-то баланс нарушается наверное и вообще он умный как капитан но мне кажется именно в этом составе как-то у нас не срослось в плане с индивидуальными игроками то есть именно работы как в команде и мне кажется это может быть время изменило то есть по сути мы бы скорее всего наиграли мы уже под конец там когда мы играли уже китай и даллас мы уже лучше мне кажется начали играть намного но еще большая большая проблема был были именно перелеты в америку постоянной потому что так получилось что мы когда взяли поменяли троих новых игроков там было такое правило которое нам подруинило какие-то шансы мы например готовится не прошли из-за этого потому что там обнулились очки то есть у нашей команды было ноль очков и нам нужно было играть все открытые квалификации из-за того что мы американский регион нам всех открытые квалификации которые мы можем играть нам нужно находиться в американском регионе находишься в американском регионе уровень кс там намного ниже да то есть даже буквально возьмем мы возьмем к примеру именно практике сдать вот тренировочный день какой-то если в европе ты можешь спокойно найти даже 8 тренировочных матчей то в америке ты максимум сыграешь 3 и против команд которые очевидно ниже уровнем да и самое интересное что например у нас должен был быть рмр рмр тоже мы играем против американских команд то есть как и против каких-то команд мы не можем тренироваться потому что такое видение да то есть мы не будем играть там против комплекте потому что скорее всего с ними встретимся мы не будем играть там против фури почему потому что мы с ними встретимся да и в априори мы играли с командами как бы ниже уровнем и за это очень много было времени именно потрачено в как бы впустую по сути да то есть очевидно какие-то индивидуальные тренировки и там теоретические какие-то части да но из-за того что был малый опыт именно наработок самих да и малый опыт именно ланов каких-то и турниров мне кажется очень сильно наша форма как бы скакала да то есть мы там играем две две открытые квалификации там в начале года да потом прилетаем европы играем турнир там против европейских команд против которых мы там не тренер не тренировались да и они там очевидно на шаг вперед шаг вперед улучшить американских команда каких-то я понимаю его почему почему так сложно было как бы все вместе сопоставить и как-то найти вот этот баланс неужели мы не говорили перед подписанием что чувак но если что у нас там браков не будет и для вас было неожиданностью то что там нет браков не на нем это это все мы понимали но как бы все равно из-за как бы личности ну и за из игроков из-за имен в команде как бы мы понимали что мы через это все равно пройдем как мы сможем это сделать и мы это смогли мы большинство квалификации мы выиграли и большинство очков мы набрали мы заняли плей-оффы в чем-ду да мы где-то мы еще нам на мальте мы плей-оффы заняли да то есть то есть какие-то вот именно постепенное движение вверх были и мы за то есть у нас было ноль очков и за буквально там пять месяцев мы достигли топ-10 а когда ты был в китае была ли там проблема такая же с браками или там есть конкуренция на турниров на турнирах обычно люди практине играют на самом деле ну чаще всего иногда в есть это в европе они играют лимну в китай мы тоже играли там некоторые некоторые прайки против там по моему голос мы играли и но ты максимум там один-два в день сыграть то это если у тебя день какой-то переходной да то есть когда у тебя есть свободное время какой-то и так далее обычно обычно все приходит проходит в таком графике что у тебя нет этого свободного времени чтобы прок мистить некоторые команды играют есть например вечерняя игра не играет праг до вечерней игры то например днем да я считаю это правильно это как бы разогревает все равно какую-то коммуникацию и так далее да и это прикольно но не но совсем не все команды это делают а есть какие-то команды которые тебя либо у team liquid в бане то есть просто играли браки вот какая-то клоус к командой всегда опаздывает что-то делать мастер против navi не играли потому что они постоянно опаздывали симпуль не на там все все опоздали и электроника и simpul и девс когда еще еще давно но то есть не то чтобы не играли но в приоритете это всегда будешь играть против сильной команды ты хочешь играть при сильной команде потому что Потому что это лучший практик, да? Но бывали случаи, когда ты уже заебываешься, уже 20 минут опаздываешь и ты такой, бля, все, давай это. Есть команды, которые в бане, которые просто бегают. Ну, ты видишь, они несерьезно относятся. То есть они делают какие-то такие решения, которые... Ну, индивидуалистически, один там выбежал, там куда-то там умер, там другой выбежал, умер. И ты уже пять в три доиграешь, ну, типа, ну, а зачем такой праг играть? Попробуйте доиграть там ситуацию и так далее, да? Ну, это более какие-то Тир-2 команды часто такие встречаются. И, но именно из Тир-1 команд, ну, особо нету. Мы, я не знаю, почему так получилось, но за Liquid мы почти против ВП вообще не играли. В ВП? Мы всегда им пытались забить, а они всегда отказывали. Вау. Поэтому... Уважение к тебе, Митя. Это, мне кажется, у них такая, типа, у них такая чуйка, знаешь, что, если я против них сыграю, так, как бы, какие-то вещи я сразу, ну, пойму, заберу и заберу. Сразу будешь ханить их фишки, идеи. Да, да, да. А вообще, Team Liquid любит играть против СНГ? Насколько сильно они рейтят нашу цену? СНГ самая сильная цена. Ну, вообще, ну, сейчас, может быть, нет. Вообще, мы всегда, я не знаю почему, но мы, короче, мы очень много прагов против Spirit играли вообще за все время. И очень, очень много им проигрывали именно тренировка. Вот против Spirit очень приятно всегда играть. Офигенно. Осознанный КС, да? Да, но они, они, в общем, они, они всегда вовремя, они всегда, ну, просто они грамотно относятся, да, дисциплинированно. Мне кажется, если говорить про весь мир, наверное, Team Liquid первое место по организации. А в СНГ точно. Team Spirit гораздо выше других организаций по их уровню, по их менеджменту, по игрокам. Наверное, наверное, да. То есть там это, это как будто эталонская организация. Ну, это тоже, знаешь, это подкрепляется достижениями, да, то есть как и в Dota Spirit, да, и как в CS они сейчас играют в Spirit, да, то есть что-то они знают, что другие организации не знают. Был ли у тебя интерес, либо у Team Spirit интерес к тебе? Нет, по-моему, нет. Это относится к команде, наверное, которые тобой не интересовались вообще, правильно? По-моему, да, если я не ошибаюсь, вообще не интересовались, нет. Но у них какая-то такая идея воспитывать своих, да? Ну, и у них это работает. Да, это работает. Это работает, поэтому как бы флаги в руки. Вообще, мне нравится за Spirit наблюдать, как и вообще, насколько... Есть как бы разные стилистики капитанов, и мне кажется, у Spirit очень похожа система, Система как в свое время гаммитах Янгстер сыграли. В плане того, что у них не так много вещей, но эти вещи, ну, именно стратегии какие-то, да, и вещи, какие-то стилистики игры, систематизация и так далее, они точечные. И настолько сильно отработанные, что как бы ты часто понимаешь, что они делают, но они очень грамотно выходят в трейд, они понимают тоже, что ты понимаешь. И они очень хорошо вот это именно как-то психологически играют вот эти вот ситуации, и просто в них поэтому сложно очень играть. Я спрашивал Чеширом, это SEO Spirit, что вы делаете такого, почему такая классная организация. Он говорит, да мы просто делаем то, что вы уже сделали в футболе. Например, это что, например? Ну, создание академок, поднятие игроков с академок, психолог, дисциплина, режим. То есть просто футбол уже все показал, как это работает. Мне кажется, это как раз та история, в которую нужно упираться, потому что там уже все это протещено, а киберспорт это что-то новенькое. Ну да, да, на самом деле все стремятся к этому. Все стремятся к этому, просто сложно именно тоже. Есть игроки, которые всю жизнь ничего не делали, они хорошо играют, и ты их не преубедишь. То есть там начать просыпаться рано, либо встал ходить и так далее. Либо-либо преубедишь, а потом вы начинаете проигрывать, и он такой, да, идите нахер, я не буду этим заниматься. То есть это, и поэтому, наверное, вот из-за того, что Spirit как раз молодые игроки, да, и с ними как-то проще договориться по этому поводу, да. Проще приучить их к правильной подготовке, к правильной жизни, к дисциплине. А уже каких-то там звезд, да, их посложнее. Про дисциплину. Симпл. Веришь ли ты в его в камбэк? Мне кажется, очень сложно. Я верю. Мне кажется, это не все, на что он способен. Мне кажется, настолько сильно развитый человек в чуйке в игре и в менталитете, в плане психологии и уверенности в себе. Мне кажется, очень сложно такому человеку потерять, как бы, вот эти какие-то качества. Единственное, что мне кажется, это ему, если он и придет куда-то, то, я не знаю, это будет, скорее всего, совсем другая команда. Даже если он вернется в Na'Vi, там уже совсем по-другому, скорее всего. Из-за того, что интернациональная команда и так далее. Других вариантов ему, куда пойти, там сложно придумать. Да, это ты берешь, как бы, большую личность. И если Na'Vi, ну, до этого, как бы, все уже знали, кто он, да, то сейчас, как бы, люди не готовы, мне кажется, рисковать, да, организация не готова рисковать и брать его. Но, мне кажется, он, по идее, как бы, Goat, да, то есть, лучше в мире за все время. Поэтому такие, такие люди, они, как бы, выбиваются даже с таких низов, мне кажется. Вот момент с уверенностью. Мне кажется, у вас что-то было похоже в свое время. Ты брал символ, как пример. Хочу быть таким же уверенным в себе. Да, да, да много. Ну, вообще, на самом деле, Саша вообще, типа, у него мышление такое, как бы, оправданное. Он считает, что он лучше в мире, да, и, как бы, это очень, очень долгое оправданное. Сейчас можно, конечно, поспорить, да, в CS 2, но я имею в виду в таком плане, что он любую ситуацию, как будто, выводит максимум из каждой ситуации. Даже когда у него там Glock, либо USP, там, Full Echo, он все равно как-то найдет свой фраг. Вот этот вот какой-то засейвит, там, коллаж, либо, ну, хотя бы один килл, да, да, будет, и в конце концов это может порешать. Но, честно, я клянусь, я скучаю по игре. Ну, конечно. Как будто не хватает. Да, да. Не хватает CS, не хватает CS, его игры и его характера. Да, ты представь, вот, ну, как Роналдо, да, ушел в это, играть в Саудовскую Аравию. И сейчас проигрывает сборную Грузии. Да, и, ну, ладно. И, ну, и, по сути, мир футбола, ну, именно, ну, ладно, не мир футбол, а именно, вот, да, Европа, да, потеряла такого игрока. И вот так же Симпл, он такая личность, такой, такая, такой огромный человек в плане влияния на людей, на молодых талантов. Каждый, кто, ну, каждого ты спросишь, даже людей, которые в CS не играют, они знают, кто такой Симпл. Да. И когда такой человек вот так вот пропадает на год, вся сцена сразу, сразу она становится хуже. Ну, не хуже, а теряет. Симпл, возвращайся, мы ждем. Это по факту. И я, я, кстати, научился на Эко не умирать, на Тасти. Есть Зевс, да? Скажи, Зевс, своему игроку, откуда его могут убить на фарсе или на Эко? С деклам. Ааа, точно, точно, да. Слушай, как он всех перехайтил, Норберт, ты... У меня, на самом деле, там было вообще, мы в ФПЛ играли часто. Мы в свое время, там, после этого... Я отвечу, ну, он сказал и сказал. Я его начал на ФПЛ потролливать немного. Ну, такой, типа, такой дружественный лайфом и так далее. Лучше защиты нападения. Да, я помню, был момент, когда он прям злился и говорил, слушай, блядь... По факту злился? Не говори ничего. А он по факту злился? То есть ты признавал то, что ты был неправ? Я? Ну, в плане, он просто так, с пустого места, или ты реально ошибался? Ну, я как бы давил на такое, знаешь, типа... Он проигрывал, и я такой, типа, ну чего? Ну, типа, такого, знаешь. И ты его, ну, бесила, заводила. И я-то, как бы, ну, в любом случае это в шутку делал. Да, мы сейчас хорошо с Сашей общаемся в плане... Мы часто играем вместе. Ну, сейчас поменьше, но вообще именно фейсы какие-то и так далее. Ну, не так, как с друзьями мы общаемся и так далее. Но мы постоянно пересекаемся. И мы хорошо к друг другу относимся. И это еще со времен, когда я в ВП присоединился. Но у нас не было никаких проблем в плане общения либо конфликтов. Как отдыхаешь от КС? Есть по-разному. На самом деле я не отдыхаю от КС. У меня КС, даже когда я на отдыхе, я думаю о КСе. Но я люблю бизнесе, наверное, что меня прям сильно, как бы, расслабляет. Это там, ну, пойти, например, в доту поиграть. Когда ты занят какой-то другой игрой, у тебя как-то не думаешь о КСе. Даже когда я, например, с моей, с девушкой моей, у меня часто бывает такое, так. Она, наверное, думает, о чем он думает, что я сделаю. А я там думаю, так, а флешку кидали вот туда, когда забегаешь. Поэтому вот так. Просто КС это жизнь. Это жизнь. Это жизнь. Если бы не киберспорт, то что? Не знаю, мне кажется, я бы… Форн актер? Мне кажется, я бы хотел быть каким-нибудь стейдж-хостом. Знаешь эти late night show в Америке, которые… Какое? Late night show. Джимми Феллан. Джей? Эллен Дегенерес. Нет, это, короче, как Уркант. А-а-а. Вот я бы хотел иметь какое-нибудь… Ведущим быть? Да, я бы хотел иметь какое-нибудь шоу, приглашать гостей. Может быть, даже, не знаю, в КСе, не в КСе. Все, у тебя есть выбор – либо тренером быть после карьеры, либо ведущим. Ну да. Просто интересно, знаешь, типа, вот это вот… Какой-то именно комедийный, наверное, взгляд на жизнь. Вот это что-то иметь, типа, такое, что… Вот это было бы, наверное, интересно. Слушай, я сейчас задумался, знаешь, о чем? Так, будущее у проигроков вне киберспорта, вне команды, чаще всего у капитанов. Потому что у них больше всего навыков лидерских и плюс каких-то бытовых даже. Ну да. И они могут быть и ведущими, и кастерами, и аналитиками, и тренерами. Они кем еще могут быть? Да… Да кем угодно. Ну, на самом деле так и есть, потому что капитан, во-первых, он… Ядро команды. Да, настолько… Во-первых, он понимает лидерские какие-то качества. Во-вторых, он понимает игру настолько, что он может задавать какие-то такие каверзные… Ну, не каверзные вопросы, а такие интересные вопросы, интересно их пояснять, интересно объяснять, почему какая-то команда сделала вот так. На аналитике, например. Либо на кастинг. Ну, если ты, например, кастешь матч какой-то и так далее, да. Всегда вот, например, иногда бывает такое… И я аналитиком выступал в Антверпе, в Антверпе не было аналитика, он разбирал там какую-то игру, да. И твист был на Мальте, например, приходил, кастил матч, да. То есть всегда интересен вот этот взгляд игрока, который понимает, который реально шарит. Потому что, на самом деле, мало аналитиков, которые прямо разбираются. Да. Я зашел сейчас в список твоей команды, где ты играл. И давай проверим твою память. Латвийская команда Воль Сунг. Какая там была зарплата? Это не… это микс был. Бесплата? Да. EPG. Ну, вот тысяча. Тысяча долларов. Тысяча примерно. Force? По-моему, они предлагали в районе тысячи. Угу. Просто. Начиналось, по-моему, 800, либо 700. Угу. Потом было полторы. Ага. И потом… какое-то время было, по-моему, две. Ой. Зевс. Молодец. Ну, вот я не полностью помню, конечно. Нормально. Хорошо, что не сто долларов, да? Угу. Мне она жизнь хватала. А ты где жил в Украине? Не, ну, в буткемп. Ну, мы часто находились. У меня было такое, что я там два месяца буткемпился. А это, кстати, плохо или хорошо, когда буткемп два месяца? Когда… когда ты… ну, типа, малой, в 19 лет, это… Ну, типа, ты сидишь вообще… ну, если… Я не скучал потом. У меня не было такого ощущения. Но если, конечно, ты постарше, ты… ну, типа, два месяца буткемпится, ну, камон. А Team Liquid как считает? Сколько должен быть срок буткемпа? Полторы недели, две недели. И сколько раз в году? Ну, в зависимости от… Занятости. Занятости, да. Ну, сколько должен быть минимум? Ну, считай, смотри, буткемп… буткемп после… зимнего брейка. Да. После летнего брейка. Два буткемпа. До… до мажора – третий буткемп обычно. До Киольного, до больших турниров, да? Ну, да. Но не до больших, там, не обязательно. Потому что, например, в Котовице обычно там идет бласт. Угу. Ты, например, буткемпишься, вот новый сезон начинается. Да. Ты буткемпишься в январе, потом едешь на бласт-группы, играешь в бласт-группы долго, потом у тебя там недели перед Котовицей есть. Ты не был дома уже месяц. Ты едешь домой, тренишься домой и прилетаешь на Котовицу, например. Ну, там по-разному может быть. То есть, в зависимости от того, может быть, у нас бласта не было. Тогда у нас много времени, да? И тогда есть смысл там разделить буткемп на две части, например. Там, не знаю, либо в онлайне вначале тренироваться, потом буткемпом закончить. То есть, это по-разному. У разных команд по-разному это вообще работает. Virtus.pro. Я думаю, что там нельзя говорить точную сумму, но ты можешь сказать примерно? Это больше, чем 3000 долларов в месяц. Там была эта… как это называется? Ступенька. Лестенька. В зависимости от халтого рейтинга. И по-разному могло быть. От скольки до скольки? Ну, ладно. Там могло бы быть… Ну, если… Ну, там… Если топ-1, то там платили больше, чем 10 тысяч. Если топ-1. А вы никогда не… Виртус.pro когда был после этого топ-1? Ну, вот они после мажора были. После мажора. Да. Да. А так… Ну, в среднем, короче, около пятерки, шестерки. Ну, обычно пять, да. Так. И Team Liquid. Это… Закрытая информация. Ладно. Это больше, чем… Нет, я не буду говорить. Это далеко от первого места в Virtus.pro. Не буду говорить. Больше, чем 10? Они… Хорошо заботились. Ладно, больше, чем 10. Кивни. Ладно, больше, чем 10. Да? Нет. Нет. И это тир-1 команда? Ты доволен зарплатой? Да. Не кажется, что слишком много платят? Слишком много? Да, да. Да, нет. А есть же игроки, которые просто уже на зарплате сидят. Есть такие вообще игроки? Да, есть, конечно. У тебя в команде? Нет. В команде нет. Нет. Такой игрока нет, спасибо. Нет, конечно, есть. Но ты представь, обычно это уже те, которые уже закат карьеры. Как у меня. Да. А у тебя были мысли, что, блять, меня же реально могут кикнуть? Да, конечно. Насколько часто они тебя привлекают? Ну, не часто. На самом деле, ну, кикнут, ну, что, значит, такая жизнь. Я готов к этому. Если это случится, я готов к этому. Зайва получает 100 тысяч долларов и эту публичную информацию в месяц. Что ты говоришь? Зайва получает 100 тысяч долларов в месяц. Это фейк или правда? Фейк. А сколько он получает? Ну, они же сами говорили, что такое, типа, он подписал контракт на 100 тысяч долларов в месяц? Я не верю. Либо на 80. Что такое? Не верю. А сколько бы должна быть зарплату, чтобы он бы получал заслуженно? Ну, я считаю, там, игроки уровня за 8 платом, они заслуживают, наверное, 60. 60 тысяч долларов. Ну, это по-разному. На самом деле это зависит от рынка, зависит от экономики организации. Да. Это по-разному уже исходит. Сейчас, например, там отменили… Партнерские лиги. Партнерские лиги, да. Это же тоже оттуда, оттуда же большие деньги, да, шли организациям стабильные, которые они могли, например, выплачивать там зарплаты какие-то большие, если кому-то, да. Но это все, это все меняется, меняется экосистема, и из-за этого там либо поднимается зарплата, либо выпускается зарплата, и это все может вот так вот поменяться быстро. Как тебе вообще решение Valve насчет про сцены? Мне кажется, какую-то стабильность сцена потеряет, но это даст намного больше именно маленьким организациям, у которых не было бюджета, чтобы войти в эти партнерские лиги. Сейчас они смогут именно игрой показывать, что они достойны, да. Если, например, в партнерской лиге команда была, например, как Evil Geniuses, например, был скандал, ну не скандал, а типа говорили… Про Valve. На каждый турнир их приглашали, потому что они партнерская команда, а каждый турнир они сосали, но в любом случае они получали очки за то, что они участвуют в этом турнире вообще. И они постоянно находились там в топ-30, например, да. И маленьким командам, например, на Котовицу нет квалификации, на Кёльне нету квалификации, да. То есть ты не можешь открытую квалификацию взять, пойти выиграть и полететь туда, нет. Там все по очкам и по приглашениям. Ты общался с сотрудниками Valve? Нет. А твои кореша? Да, да. И что они… как вам еще подходит? Вот как это выглядит встреча, когда подходит сотрудник и говорит, что хочешь изменить в игре? Или как это вообще выглядит? Я лично не общался, но поскольку я слышал, обычно это происходит на мажорах. На мажорах часто бывают сотрудники Valve и в каких-нибудь лоджиках. Например, ты приходишь, они специально зовут, чтобы послушать какие-то мнения и так далее. Мне кажется, часто они прислушиваются, часто не прислушиваются тоже. То есть это как бы… да, ты можешь им высказать, но не факт, что они что-то поменяют. Мне кажется, большинство… даже, например, как Твист, либо Илиш, например, они выписывают в Твиттер каждую там… вот есть такой баг, пофиксить и так далее. И они пишут это в личку Counter-Strike. И Counter-Strike такие, да, да, окей, мы про это уже слышали, либо спасибо, что сказали, там вот это далее, мы это поменяем, давай вот это… То есть они… они… именно такая зла вышла, они начали работать с… Начали работать, так и закончил. Да, да. Тренируешься на Сабишоке? Иногда, да. Что тебе нравится, что не нравится? Ну… ну… дэм, я играю в Вармап. А у вас есть дэм, Сабишок? Что? Я слышу. А что у вас есть? Ну, конечно, и есть. А, ну вот там я не играю. Но это… это чисто из-за того, что просто я еще с КСГО играл бы еще до того, как в Сабишоке. Да, да. Но в Сабишоке есть очень много крутых именно таких… вот то, что я говорил как раз лично, я ему говорил по поводу мини-игр. Мы с Твисцом на Афом заходили, играли. Пока мы не прошли все мини-игры, мы не вышли с сервера. То есть мы там полтора часа реально сидели после праков, играли в эти мини-игры. Там это там… пока мы не прошли, вот это где-то летишь и… там авики внутри, знаешь, в домиках таких. Ну, что-то вроде да. И там… там… а у тебя ножи только. И тебе нужно как бы убить одного, подобрать его авик, убить всех остальных. Ну, ты, короче, замес полный. Вот это интересно, советую. Ритейки… ритейки часто заплатят. Слушай, мы можем вам выделить сервер отдельный. Для тимбилдинга вы можете без посторонних людей играть в мини-геймы после праков. Да? Да, конечно. Нифига себе. Так, на связи тогда? Так. А вообще, что ребята говорят из Team Liquid? Они увидят сайт? Для них это что-то новенькое, потому что, ну, нет же аналога. Я все уже знаю… Все уже давно… Да нет, да х**… Никто не знает. Все уже… Я говорю, Горритейк поиграем, он такой… Твист говорит, ща я на Сайбершоп поищу. Да? Фреган. Просто проблема… Твист наш. Он реально уже играет у нас два года подряд. Робс, наверное, тоже у вас играет. Робс затрут у нас. Ну… Самая просто… единственная… единственная проблема, да, вот мы как бы… Сильные игроки, да? Нет, как-то хочется, знаешь, типа, зайти на расслабонщики поиграть, чтобы тебя никто не узнал и так далее, да? А там, типа, как только ты заходишь на сервер, бум! Еще десять людей вот так вот на сервер коннектятся, и, как бы, заходят тебя, ну, сталкариат и находят и играют с тобой. Такая история у нас с Вандерфулом, с Хоббитом и с кем-то еще. И с Киндером. И сейчас будет с Киндером. Мы договорились о том, что если и Киндер выиграет турнир от миллиона долларов, то на сцене он скажет… Тренируйся на кибершоке. Играйте мини-геймс. Вот так вот. Спасибо большое за интервью. Спасибо, Орик. Тебе понравилось? Да, мне очень понравилось. Спасибо большое за поддержку. Люди, которые реально поддерживают, которые пишут. Я вижу всех вас. И спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.